Был довольно солнечный и жаркий день над деревней, скрытой в листве, которую основали два легендарных ниндзя Хаширома Синджу и Мадару Чхо. Всю жизнь они были лучшими друзьями и хотели принести мир во всем мире. Но позже Мадара встала на темную сторону и, взяв под контроль девятихвостого демона Лиса, попытался разрушить Канахага Кури, но был остановлен первым Хакаги Хаширомой, который убил Мадару в их битве. Через много лет после этого Лис вырвался из его джинчурики Кушина Узумаки и попытался во второй раз разрушить Канаху, но был остановлен и запечатан четвертым Хакаги Минато на медзи цену его жизни. Часть хвостатого демона четверто запечатал в себя, а другую часть в своего только родившегося сына Наруто Узумаки. Но хвостатый демон не пожелал быть снова запечатанным и попытался убить только рожденного Наруто, но его мать Кушина подставилась под удар. И последняя просьба Кушина Минато к третьему Хакаги-старику Хирузину Сарутаби была позаботиться о Наруто и о его благополучии. Но впереди Наруто ждали множество трудностей и неудач, прежде чем его признали. А на другом конце деревни старая женщина относила только родившегося мальчика в лес, чтобы он никогда не увидел деревню и не узнал, что стало со всей его семьей и родней. Это был Суна Узумаки, племянник Кушина и двоюродный брат Наруто. Пожилая женщина отнесла ребенка в лес, положила его на землю и тихо сказала, не бойся, малыш. Ты обязательно выживешь, ты не простой человек, ты человек, имеющий огромную скорость и огромный потенциал, вскоре ты вырастешь и простишь меня, старую дуру, за то, что я сделала. Ну, чтож, прощай. И женщина скрылась. Вот так и началась история двух молний Канохи и сильнейших ниндзя своей деревни. Третий Хакаги сидел в своей огромной резиденции. Прошло уже пять лет с тех пор, как лист напал на деревню скрытой в листве. Все бы ничего, но старика беспокоил малыш Наруто, которому на днях исполнилось пять лет. Третий знал, как относится к Наруто в деревне, и всеми силами пытался исправить такое отношение, но маленький блондинчик внушал людям страх и ненависть, и такое было практически нереально исправить. Третий пыхнул трубкой и посмотрел на фото четвертого. Минато, Минато, надеюсь ты меня простишь, за то, что не могу сделать Наруто счастливее. Такие уж времена. В дверь постучали и третий неспешно сказал, войдите. В кабинет вошел один из членов Анбу личной святых Акаги, которые исполняют специальные, секретные миссии и поручения, которые нельзя было доверить простому Шинаби. Господин, третий, для вас срочное сообщение. Сказал Анбу в маске кабана. Докладывай. Третий снова пыхнул трубкой и приготовился слушать. Сегодня в 12, 0, Наруто Узумаки смог выбраться за территорию приюта и пошел в сторону леса. Что прикажете делать? Третий глубоко вздохнул и сказал, позови, пожалуйста, Какаши. После этого можешь быть свободен, спасибо. Слушаюсь. И парень в маске кабана исчез, а третий снова тяжело вздохнув сказал, Эх, Наруто, Наруто, как же тебе тяжело. Через 10 секунд снова раздался стук в дверь. Заходи, Какаши. В комнату вошел мужчина, высокого роста, в жилете Джоунина, с маской, закрывающий рот и протектором, закрывающим глаз. Волосы были у него пепельно-белые и стояли кверху. «Звали меня Хакагисума?» Спросил мужчина, закрывая дверь. «Да, Какаши». Наруто снова сбежал из приюта, будь так добр, приведи, пожалуйста, его обратно, только помягче с ним. Будет сделано Хакагисума. Какаши вышел из кабинета, оставив старика одного. Какаши медленно шел по лесу, так как Наруто был пятилетним ребенком и не мог уйти очень далеко. Единственное, что волновало Какаши это то, что недавно стало известно о новой преступной организации, чьей задачей была ловля дженчурики. Но не было известно, сколько членов входит в организацию, кто они что из себя представляют. Известно только то, что члены организации носят черные плащи с вышитыми на них красными облаками. Была приятная солнечная погода, солнце светило сквозь деревья, оставляя небольшие пятнышки на земле. Все было хорошо пока. Мужчина не услышал дикий рев где-то в лесу. Какаши вдруг понял, что нужно поторопиться, так как рев был очень похож на медвежий. И Джоунин как можно быстрее побежал к месту, где он услышал рев. Бежать было недалеко так, что мужчина уже видел того медведя и приготовился дать отпор зверю. Но вдруг произошло то, что бывший член Анбу никак не ожидал. Он даже остановился и протер рукой незакрытый глаз, чтобы убедиться, что это правда. Туша медведя с противным шлепком упала на землю. А на ней стоял мальчик. С виду ему было лет пять, не больше. Ребенок стоял в победной стойке и радостно улыбался. На нем были одеты черные штаны, которые каким-то образом держались на нем и желтая кофта с черными полосками и красными водоворотами, которая явно была больше, чем он на размеру три. У самого мальчика были ярко-рыжие волосы. Волосы как у Кушины. Поддумал сразу Какаши, когда увидел цвет волос мальчика. А позади ребенка стоял Наруто и восхищенно смотрел на убитого медведя. Видел, как я его? Посмеялся рыжеволосый. Точка будет знать, как нападать на тех, кто слабее и меньше. Кстати, как тебя зовут, малыш? Со стороны это выглядело чуть-чуть комично, так как рыжик был не старше блондина. Наруто помешкался и сказал, меня зовут Наруто Узумуки. И малыш радостно улыбнулся. Хорошее имя, Наруто, а меня зовут Цуна. Приятно познакомиться. Какаши, который наблюдал за картиной, решил все-таки подойти. А Какаши-сун? Привет! Сказал Наруто и улыбнулся. У меня теперь появился друг, это Цуна. Цуна, я хочу задать тебе пару вопросов, сказал Какаши и присел на корточке, чтобы быть лицом к лицу с рыжиком. Ты знаешь из какого ты клана? И как ты очутился в лесу? Я и сам не знаю из какого я клана, а в лесу я родился. И Цуна снова невинно улыбнулся, прям как Наруто. Какаши пару секунд подумал, и через мгновение ока он вел за руку Наруто и тащил на плече связанного Цуну. А рыжий тем временем кричал, я не хочу никуда уходить. Но Какаши не слышал его и шел прямиком в Канаху, чтобы вернуть Наруто и привезти Цуну в приют. Цуна сидел рядом с Наруто на полу. Так как называется это место, что это за взрослый там стоит возле выхода? Блондин медленно начал это место называться детским приютом, где живут дети у которых нет родителей или семьи. А за нами приглядывает какой-то Анпу. «Эй, демон!» К Наруто и Суне подошли три мальчика, с виду лет на восемь, девять. «Пора тебе устроить взбучку, лисенок!» И мальчик замахнулся на Наруто. Но ничего не произошло. Рука хулигана, которая почти соприкоснулась с головы блондинчика, была схвачена Суной. «Ты что делаешь?» Спросил удивленно мальчик. «Ненавижу людей, которые обижают тех, кто их слепее и младше». И рыжий ударил в живот задири. Хулиган упал и громко заревел. Друзья мальчика хотели бы набросился на Наруто, но подошел Анпу и оттащил задир, отметающего гром и молнии Суны. Блондинчик удивленно похлопал глазами и спросил, «Ты защитил меня?» «Ты не считаешь меня демоном?» Рыжик улыбнулся и ответил еще в лесу и омысленно дал обещание защищать тебя. «Я не считаю тебя демоном». Вдруг в комнате снова показался и взрослый. «О, какаши-сан!» «Привет!» Крикнул Наруто и помахал рукой какаши. Джонин подошел к Анпу и начал с ним о чем-то разговаривать. Неожиданно Анпу подошел к Суне и Наруто и сказал, «Пойдемте со мной!» И он вывел их из здания. Вечерное солнышко приятно освещало личком детей. Ветерок дул теплым воздухом и вовсе не был каким-то бешеным, а наоборот спокойным, расслабленным. На улице Жанбу объявил, «Теперь какаши-санпай будет вашим опекном». Наруто весь просиял от счастья. Суна не понял ни слова. «Какаши-сан! Вы теперь наш папа!» И Наруто чуть ли не запрыгнул на шею какаши, но благо не допрыгнул они втроем пошли в дом сына белого клыка Канохи. Когда Джоунин, Рыжик и Блондинчик пришли домой, какаши сказал, «Теперь это ваш новый дом, ваша комната там». Пепельный волосы указал пальцем в коридор. «А походу разберетесь. С завтрашнего дня я начинаю вас тренировать, как физически, так и теоретически, чтобы сделать из вас настоящих ниндзя». «Ура! Я стану ниндзя!» Наруто прыгнул до потолка. «Я стану ниндзя!» Суна подпрыгнул вместе с ним. Какаши улыбнулся под маской и пошел готовить ужин. Вскоре дети поужинали и все в доме легли спать. Но в комнате мальчиков до сих пор не спали. «Наруто, а какая твоя мечта?» Спросил Суна, лежащий на втором этаже кровати. «Моя мечта стать новым Хакаги, чтобы меня все признали и перестали называть демоном. А твоя, Суна?» «Конечно, я еще плохо знаю эту деревню, но я хочу вырасти и стать сильным, чтобы защищать слабых и маленьких. Отличная мечта, брат!» «Спокойной ночи!» И Бландин заснул, а Суна еще долго думал перед тем, как заснуть самому. «Брат? Он назвал меня братом!» «Это даже круто иметь собственного брата!» И с такими приятными мыслями рыжеволосый мальчик заснул. Впереди этих детей ждет длинная дорога, чтобы стать сильными и их по-своему признали. Наступил новый день. Солнце ярко просвещало зеленые шторы, которые были раз в семь меньше окна и вовсе не закрывали утреннего света. Кноха начала потихоньку просыпаться от ночного сна. Просыпались их юги, чьих клан считался самым могуществененным в Тадзюцу. Проснулись и легендарные учихи, которые славились своим клановым Тадзюцу Шаринганом. Проснулись и Сарутаби, и Нара, и Абурами и все-все-все. Кроме кукаши. Взрослый Джоунин на прошлой неделе узнал, что вышла новая книжка от одного из легендарных санинов Джирайя, который прослыл тем еще извращенцам и любителям поподглядывать за обнаженными девушками на горячих источниках. Но еще цельник славился своей силой, так как обучался на жабьей горе-мейбаку, где и получил свои силы. Так, вот, старый извращенец написал новую часть извращенской книги «Приди, приди в рай, объятие немф». Джоунин сразу же кинулся обыскивать все магазины, пока наконец не нашел ее. Когда кукаши перечитал книгу в четвертый раз, он понял, что эта книга идеальна и то, что он дочитал ее в пять утра. Мужчина понял, что пора спать, а то ему еще Суну и Наруто тренировать. Джоунин улегся в удобную кровать и через пару мгновений заснул. Храпели даже Тома и его Шарингана. Первое, что кукаши услышали – это детские крики. Джоунин открыл глаза и увидел рыжего и блондинчика, которые смотрели прямо ему в душу. До взрослого слишком поздно дошло, что детишки собираются делать. Вдруг Наруто и Суна резко подпрыгнули и со всей тяжести приземлились на живот ихнего опекуна. «Какаши, вставай! Мы хотим тренироваться!» И они снова повторили данный процесс. Какаши знал на, что вшел, когда собирался стать опекуном двух детей, но не рассчитывал на такое. И сразу понял, что спать ему каждый день долго не придется. Седовласа Джоунин со вздохами и охами поднялся, поставил детей на пол и достав парочку толстенных книг из полки начал. Для начала настоящий ниндзя должен знать теорию, историю своего поселения, знать, как правильно атаковать и защищаться, знать, что такое командная работа. Для этого и существуют теории. Для начала я и вы начнем изучать теорию, то есть сегодня теория, завтра нормальная тренировка, потом снова теория, потом снова тренировка и так далее, пока вы не поступите в Академию Шиноби. Там был и я, и Хакаги Сама, и остальные взрослые нидзи в Канохе. Вы не станете исключениями. А потом вы пройдете экзамен на Чунина, а после него станете получать высокие миссии ранга, подажес, а там уже и до Джанина недалеко. Ну, что ж можем начать теорию, а начнем мы с истории создания нашего селения. Итак, давным-давно, родился мальчик, которого звали Хаширома из клана Сэнджу, но родился он не простым мальчиком, а с особенностью улучшенным геномом. Он мог управлять деревьями, то есть у него была стихия дерева или Макутан. Вообще, существует множество стихий, но среди основных только пять – стихии воды, стихии огня, стихии камня, стихии молнии и стихии ветра. Также есть дополнительные стихии – стихии дерева, стихии пыли, стихии песка, стихии металла, стихии Ньюна и многие другие. Какаши-сан, перебил его Наруто, а как мы сможем узнать свои стихии? Завтра на тренировке я все расскажу и покажу. Ответил Джанин и продолжил, так вот, Хаширома имел стихию дерева и в будущем создал нашу деревню, назвав ее деревней скрытой в листве или Канахага-кури, а после создания он стал ее первым Хакаги и стал править мудро и честно. После первого Хакаги, вторым стал брат Хаширома Табирама. Именно Табирама придумал Академию Шинобе, изобрел множество особенных техник подобия летающего бога грома и теневого клонирования и создал звание. Существует шесть основных званий, Генин получаешь его после того, как завершил Академию, Чунин после экзамена, Джоунин за прилежное выполнение миссии, Каге ты можешь стать, если будешь сильным и честным Шинобе, а тебя изберут на совете и он будет от тебе это звание, может только Каги. Также есть дополнительные звания, Инукинин, ты можешь стать, если официально станешь преступником и не будешь Шинобе своей деревни. После Табирама был Хирузим Сару Табе Третьей Хакаги, который управляет деревней и по сей день. После третьего, четвертым стал Минатан Микозде, который умер, защитив Канаху от девятихвостого демона Лиса. После четвертого, третий снова встал на пост Хакаги. Теперь пойдемся по основным терминам. Чакра – это совокупность физической и душевной энергии человека, которая позволяет использовать техники с помощью ручных печатей. Когда Шинобе использует технику, то точки напряжения в теле, называющиеся Тенкицу, высвобождают определенное количество чакры из тела. Если чакра полностью закончится, что человек умрет. Все техники, которые можно использовать с помощью чакры, называются Ниндюцу, искусство рукопашного Баята и Дюцу, техники, которые создают иллюзию против противника Гиндюцу, техники, которые можно применять с помощью Глазда Дюцу, использование холодного оружия Буки Дюцу и так далее. Но чтобы научиться использовать техники, нужно тренировать контроль чакры, выносливость, силу, скорость, увеличивать запасы чакры ТПМ. Также существуют кланы, и подобие семей. Сейчас я кратко расскажу вам о них. Клан Учиха один из самых сильных кланов, который славится своим Дадюцу Шринганом. И у них вот такой знак как Каши показал флаг, на котором было изображено нечто, похожее на теннисную ракетку. В клане Хьюга находятся мастеры Тадюцу, а также у них есть свое Дадюцу Бьякуган. В клане Нара находятся умные Шиноби, которые славятся техниками теней. В клане Абурами Шиноби управляют насекомыми. В клане Инузука разводят собак. В клане Яманока используют техники контроля разума. В клане Саруты Бешиноби с сильной волей. В клане Акамичи Шиноби набирают вес, с помощью которого в будущем используют техники. Клан Узумаки, то есть все, что от него осталось. Люди славились огромными запасами чакры. На сегодня все. Завтра приступим к тренировкам. Наконец нудная теория от как Каши закончилась, и Суна, схватив вахапку Наруто, побежал на улицу. «Только не задерживайтесь!» Крикнул как Каши, а сам пошел к Хакаге. Наруто и Суна шли друг с другом и разговаривали на разные темы. Но обычно детские разговоры никогда не бывали серьезными, так что они просто делились друг с другом своими мечтами и целями. «Как ты думаешь, Наруто, какая у меня стихия?» спросил Рыжик, распинывавший камни из-под ног. «Ну не знаю». Многозначно ответил Бланчинчик. «Наверное, стихия огня. А у меня, как думаешь?» Малыш подумал и ответил, «Наверное, стихия воды или ветра, не знаю, почему ветра, но воды, потому что мы как огонь и вода, братья». Другой малыш улыбнулся и резко, задев Суну, сказал, «Ты водишь». И со всех ног бросился вперед по дорожке. Так он бежал, пока не услышал девчоночи плач и мальчишеские крики, «Бей эту грязноглазую!» «Бей ее, чтобы знала!» Блондин удивленно пошел на крики и увидел, как три или два мальчика бьют девочку, похоже ровесницу Нарутоя кричат угрозы. У девочки были недлинные и сини-черные волосы, нежно-фиалковые глаза, из которых лились слезы. Блондинчик не мог просто смотреть, как обижает девочку, смело подошел и крикнул, «Эй вы! Перестаньте ее бить!» Один из бивших развернулся и присвистнув сказал, «Эй, демон появился!» «Давайте его тоже побьем!» И собирался ударить Наруто, но ему в живот врезался небольшой кулак самого джинчурики. Мальчик упал, а его друзья с криками набросились на малыша, оставив девочку. И вдруг в одного из хулиганов прилетел здоровый камень. «Эй вы!» Сказал Суна. Отошли от него, живо. Как только мальчики заметили Суну, закричали, «Это он!» Все бегом отсюда! И бросились на утек. Рыжик быстро подошел и помог встать своему брату. Наруто, как только встал, сразу подошел к плачущей девочке и как можно нежнее сказал, «Привет, все хорошо!» «Они больше не будут бить тебя!» «Как тебя зовут?» Девочка подняла свои прекрасные нежно-фиалковые глаза и сказала, «Меня зовут Хинато Хьюго, а тебя?» Блондинчик широко улыбнулся и ответил, «Меня зовут Наруто Узумаки, а его...» И он показал на Суну, «Суна!» Хинато немного улыбнулась, покраснела и сказала, «Спасибо Наруто-кун и Суна-кун за то, что защитили тебя!» «Всегда пожалуйста!» Ответил Наруто и снова широко улыбнулся. «Да ладно, тебя Наруто защитил, а я его...» Ответил Суна. «Думаю, эти не станут к тебе больше лезть, после того, как Наруто тебя защитил. Хинато, тебя проводить до твоего дома?» Спросил дружелюбный блондинчик. Девочка смущенно отвела взгляд и кивнула. Всю дорогу Наруто разговаривал с Хинато, а та смущенно соглашалась. Суна же выглядывал тех самых мальчиков, которые избили Хинато и его брата. Вскоре братья довели девочку до квартала Хьюг, а сами продолжили гулять. И вот вскоре они проходили мимо одной из детских площадок. Там был приличный народец, в основном из вежащих девочек. Суна с Наруто прошли бы мимо, если бы не заметили мальчика с черными, стоящим волосами и со знаком клана, Учхо, на футболке. Он стоял в победной стойке, «Али, я самый сильный», а девочки кричали, «Саски-кон, ты самый сильный». Блондинчику похоже такое не понравилось, и он решительно пошел к Учхе. «Я сражусь с тобой, Саски». Брюнет улыбнулся и сказал, «Опять ты, Наруто, ну хорошо». И даже без предупреждения Саски рванул к Наруто, ударил коленом в живот, повалил через плечо и ударил ногой по голове. Суна с такой наглостью отродясь не видывал, и когда помог Наруто выйти, сам встал на поле. «Я сражусь с тобой, Учхо!» крикнул Суна. «А ты еще кто такой?» спросил Саски, но потом добавил. «Да какая мне разница!» И снова без предупреждений рванул. Неожиданно у Рыжего все замедлилось, он видел, как Саски медленно бежит к нему, как девочки зависли в прыжке, а Наруто приложил руку к рту. Мальчик понял, что нужно увернуться, отошел в сторону и подставил ногу. Так же резко все вернулось назад, Брюнец потнковшись, упал на землю, а Рыжик сам уже прописал ему трехочковой по голове. Девочки все разом замолкли, а Рыжий и мальчик гордо вышел за пределы площадки, тащая Наруто на своем горбу. Кокоши смотрел на синяки Наруто и спросил, «Это все учихо сделал?» Суна положительно кивнул. «Мда, снова Саски побоище устраивает. Ладно, я перевяжу Наруто, а ты смотри, чтобы он бинты не снимал». Суна снова кивнул и поддерживая блондинчика под руку, поковылял в комнату. Перед сном Суна сказал Наруто, «Ты давай, выздоравливай, Наруто, а то завтра на тренировку». Джин Чирики улыбнулся и ответил, «Конечно, я выздоровлю, ты не сомневайся во мне. Спокойной ночи! Спокойной ночи!» Снова наступило утро. Мальчики с первыми петухами подскочили и побежали будить своего родителя. Кокоши снова до пяти часов утра читал извращенские книги Джирайя, так что не мог не проспать заданное время тренировки. Рыжик и блондинчик залезли на постель, где спал их неродивый сенси и начали высоко прыгать и кричать, «Кокоши, вставай, мы хотим тренироваться!» Мужчина, который видел прекраснейшие сны о том, что вышла еще одна книга Джирайя, медленно открыл заспанные глаза и снова увидел двух улыбающихся мальчишек. «Папа, идем тренироваться!» Сказал Суна, которому уже не терпелось начать тренировки. «Да, папа, идем!» Поддакнул Наруто, который тоже хотел начать тренировки. Кокоши протер глаза встал и пошел готовить полигон для тренировки, по пути крикнув, что завтрак в холодильнике. Суна и Наруто сидели за столом и обсуждали тренировку, которая их ждет. «Как ты думаешь, что мы будем там делать?» Спросил Рыжий, который уже почти доел кашу. «Папа сказал, что он нам покажет наши стихии, а потом, наверное, что-то с чакрой тренировать будет. Ответил блондин, который еще не начинал есть. Наруто, ешь быстрее, а то опаздываем. Наверное, папа уже все приготовил и ждет нас, а мы тут кашу едим». Наруто от этих слов стал есть в два раза быстрее, потому что ему очень хотелось начинать тренироваться, чтобы стать сильным. Наконец-то тарелки были опустошены и помыты, а двое будущих шиноби уже бежали к полигону номер 30. Резко Наруто столкнулся с кем-то носом. И на землю упала Хинато. «А я ли?» Тихо сказала она, потирая ушибленный лоб. «Хинато, прости». Блондин чуть ли ей в ноги не поклонился, чтобы получить извинения. Девочка покраснела и отвела взгляд. «Тебе не за что извиняться, Наруто-кун, ведь я такая неуклюжа тебя не увидела. Хинато!» Снова вскрикнул брат Суны. «Я наоборот торопился и тебя не заметил. Так что это я виноват». Суне надоело все это слушать, и он сказал, «Наруто, Хинато тебя поняла, пойдем скорее». И рыжий, попрощавшись с девочкой, потащил Наруто к полигону номер 30. На полигоне номер 30 ждал какаши. Выглядел полигон как небольшой участок в кегде выращенными высокими деревьями. На земле лежали вещи, два странных листа с печатью, две маленьких глиняных фляжки и одна большая, парочка деревянных манекенов и ящик кунаев и сурикинов. Невдалеке мальчики разглядели озеро. «Доброе утро, дети!» Сказал какаши. «И сегодня мы начнем крупные тренировки, которые состоят практически из всех упражнений на улучшение сил. Но для начала, как я и обещал, мы узнаем ваши стихии. Джоунин взял два листка с печатями и продолжил. С помощью этих листов мы сможем определить ваши стихии. Просто положите люкисть на печать. Если листок зажгется, то стихия огня, если станет мокрым, то вода, если сомнется, то ветер, если покроется коркой, то земля, если по нему ударит молния, то молнией. Наруто ты первый!» И кукаше протянул мальчику листок. Блондинчик приложил ладонь к листку и тут же отскочил, потому что лист сомнула и ударила молнией. Кукаше улыбнулся и сказал, «Наруто, у тебя стихии ветра и стихии молнии. А теперь Суна». И Джоунин протянул руку с листком. Мальчик положил ладонь на печать и по листку ударила молния, а потом он зажегся. Кукаше снова улыбнулся и сказал, «Твои стихии, Суна, молния и огонь. Ну начнем же тренировку. И первое, с чего мы начнем, это тренировка концентрации чакры. Концентрация чакры нужна для правильного выполнения техник. Смотрите, как мы будем ее тренировать. Кукаше подошел к одному из деревьев и спокойно пошел по стволу вверх. Суна и Наруто удивленно смотрели на Кукаше. «Как я это делаю? Все просто, я концентрую чакру в мои ноги и спокойно стоя на стволе. Ваша задача как можно лучше концентрировать чакру, а чтобы сделать концентрацию сложите печать овцы». И Кукаше показал нужную печать. «На работу у вас 40 минут, время пошло». Наруто и Суна сложили печати и рванули к деревьям, но тут же грохнулись на землю, не пробежав и метра. Мальчики подпрыгнули и снова попытались. Уже лучше, на 10 сантиметров больше. Снова мальчики попытались. Уже 90 сантиметров. Суна рванул к деревьям и резко пробежал целых 2 метра, но после этого со стуком упал на землю. Блондин, смотря на успех брата, снова сложил печать овцы и побежал к деревьям. 2 метра и 1 сантиметр. Итак, братья бегали к деревьям, то взбираясь, то падая, но ставя новые рекорды. Наконец Рыжик и Блондинчик сделали финальный рывок и забрались на самые высокие ветки. «Ура!» — крикнули братья. «А как слезать?» «Спуститься по стволу вниз и постараться не сорваться, а то будет больно!» — крикнул Какаши снизу. «Наруто, ты готов?» — спросил Суна у Наруто и на утвердительный кивок мальчика. Сложили печать и медленно пошли по стволу. «Суна, я стою!» — крикнул Наруто, ровно стоявший на стволе дерева. «Я тоже!» Наконец мальчики спустились и Какаши ответил, «Отлично!» «Теперь мы будем тренировать силу и внимательность!» И Джоунин, как по щелчку, расставил манекены. «Ваша задача — справиться с манекенами и не быть отрубленным ударом!» — сказал весело мужчина и сложил печать и дракона, тигра, обезьяны, змей и овцы. Вдруг манекены ожли и бросились на малышей. Однако дети не растерялось, и тоже начали вести рукопашный бой, стараясь уворачиваться от ударов манекенов. Сначала уворачиваться было сложно, и удары практически ничего не делали манекенам, но через час мальчики уже уворачивались от всех резких ударов манекенов и сами неожиданно ударяли. И финальным ударом братья повалили своих манекенов, не давая им шансов встать. Кокаши похлопал и продолжил, «Сейчас мы будем тренировать скорость. Мы будем играть в салочки. Вы вдвоем должны догнать и задеть меня, а потом убегать самим». Дети приготовились и по свистку побежали за своим опекуном. Если мальчики бежали, то Кокаши, можно сказать, шел, шагом, иногда ускоряя свой ход. Но с каждой десятой минуты мальчики ускорялись и быстрее бегали за сенсеем. Мужчина тоже ускорял ход и иногда переходил на настоящий бег, чтобы отбежать на приличное расстояние. Неожиданно Джоунин заметил, что Рыжик начал чуть-чуть покрываться искрящейся молнией мечикрой, и вдруг Суна резко исчез. И мужчина с удивлением обнаружил, что мальчик стоит перед ним, держу руку на плече взрослого, а Наруто стоит сзади и держит Кокаши за спину. Взрослые снова похлопал, и все они вернулись к инвентарю. Кокаши взял две маленьких глиняных фляжки и дал их Наруто и Суне. А сам взял огромную фляжку. «Сейчас мы будем тренировать выносливость. Ваша задача отдыханием сломать фляжки». Неожиданно сам Джоунин приставил горлышко огромной фляжки к губам и дунул. Фляжка разлетелась как разбитая ваза. Суна и Наруто открыли рты и сразу схватились за свои фляжки, но после первой попытки покраснели и выдохнули. Данные упражнения тренируют силу легких и, собственно, выносливость. За работу. И Санси стала наблюдать, как его мальчики тужатся над фляжками. Прошел час и Наруто сказал, «Суна, давай последний заход и все». Рыжик молча согласился, взял фляжку в рот и дунул. Кокаши заметил, что фляжка начала медленно трескаться и неожиданно лопнула. То же самое произошло и у Наруто. Джоунин похвалил обоих, поставил два полена и придвинул мешок с кунаями и сюрикенами. «Ваша задача – как можно больше попасть в центр полена. Попадете сто раз кунаями и сто раз сюрикенами и вы свободны». И тут началась адская пытка. Суна и Наруто метали куная, но они даже не долетели. Но неожиданно через полчаса у них стало получаться и тогда куная с сюрикенами полетели в центр кучами. Через два с половиной часа Суна докинул свой последний, с этой куной, а Наруто воткнул сюрикен. Кокаши улыбнулся и взвалил уставших Суну и Наруто себе на плечи, так как мальчики очень устали и похоже хотели спать. Да и была ночь уже, так что Сенсей сразу уложил малышей спать и пошел тоже спать. День за днем чередовались скучные теории о стратегии, о работе в команде, о истории Мирошиноби, о хвостатых и тому подобных с жесткими тренировкой Кокаши, которые все усложнялись. Например, добавились тренировки с использованиями техник. Кокаши уже пытался научить Наруто и Суну техники Чидари, но пока, что ничего не получалось. То есть, чуть-чуть получалось, но через мгновение техника задувалась, как свечка на которую дунули. После одной из таких тренировок, Кокаши сказал, «Итак, если у вас не получается применить технику, то придется принять крайние меры». Мужчина показал странную белую коробочку. Как оказалось, внутри лежали две красных пилюли. Эти пилюли, когда попадают в организм, вырабатывают специальное вещество, которое помогает организму лучше использовать чакру и лучше применять техники. Но есть один жирный минус. «Когда ты пьешь эту таблетку, то в течение двух дней у тебя будет ломать все тело, так как эффект от лекарства будет перенастраивать и расширять каналы чакры. Процесс не из приятных, но все равно эффект полезный. Так, что вы готовы их глотать?» Суна и Наруто кивнули, и когда Кокаши протянул таблетки, мигом проглотили их. Сначала мальчик и ничего не почувствовал, но вдруг Наруто схватился за живот и упал на руки Кокаши. То же самое произошло с Суной. Мальчики теперь чувствовали невероятнейшую слабость, которую теперь будут чувствовать два скучнейших дня теории вместо двух тренировок. Прошло около двух дней и наконец боли и усталость подутихли, и все более-менее восстановилась на круги свои. И наконец, когда закончился срок, Кокаши сразу потащил детей на тренировку. На полигоне уже стояли два старых манекена, которых Джоунин уже оживил. Теперь снова попробуй применить технику. Сказал весело мужчина и приготовился смотреть, как Наруто начнет. Блондин тоже подготовился и начал. Обезьяна, дракон, крыса, птица, бык, змея, собака, тигр, обезьяна. И Наруто вытянул руку вперед. Неожиданно в руке блондинчика заискрилось нечто похожее на сплетенные в кучку электрические нити, которые трещали пели на разной лады, как птицы. Мальчик побежал и через секунду его рука прошла сквозь манекена, оставив в нем большую дыру. Манекен покачнулся, но не упал. И тогда Суна, шутки ради, вытянул руку с вытянутыми указательными большими пальцами, как пистолет, и опустил большой палец. Пиф! Хихикнул Рыжик и вдруг произошло то, чего никто не ожидал. Из пальца мальчика с треском вылетела огромная молния и отправила манекен в свободный полет над Конахай. Сам Суна тоже оглушился и упал в паре метров от места, на котором выстрелил. Какаши и Наруто моментально оказались возле оглушенного, который выходил из состояния шока. Выстрелил молнией из пальца, без печатей, просто изобразив пистолет. Это очень интересно. Брат, ты как? Спросил обеспокоенность блондинчик. Нормально. Еле выговорил Суна. Что это было? Ты только, что выстрелил молнией из пальца. Как ты это сделал? Ответил мальчик, стоявший над. Какаши же был столько обеспокоен, сколько заинтересован. Через пару секунд раздумий Джонин взял на плечо Суну и пошел в сторону дома. Неожиданно Рыжий снова спросил. А? Что это за дяденька? Мужчина обернулся и увидел странную картину. Из дерева торчила чья-то голова и часть плеч. На плечах вилнелся краешек черного плаща с красными облаками. Сам же мужчина походил на ожившую мухоловку. Две огромных зеленых нароста окружали с двух сторон голову, которая была наполовину черная, наполовину белая. Незнакомец смотрел прямо на них. Какаши мгновенно обернулся, но только увидел исчезающие в стволе зеленые волосы. Мужчина напряженно посмотрел на пустой ствол и спросил, Наруто, сможешь ли ты помочь своему брату дойти до дома? Блондинчик кивнул, а Джонин продолжил, у меня срочное сообщение для Хакаги сам и так, что это можно сказать миссией. Суна и Наруто понятливо кивнули, и Рыжий положив руку на плечо блондина медленно побрел домой. Тем временем их опекун бежал по деревне к резиденции Хакаги, чтобы рассказать о том, что обнаружил возможного члена Акацуки. Хирузин Сарутаби занимался рутинными делами Хакаги, подписывал бумаги, курил трубку, иногда окидывал взглядом портреты предыдущих Хакаги и подумывая о приеменнике. Неожиданно в дверь постучали старик медленно, спокойно сказал, входите. В кабинет Хакаги вошел Джонин деревни скрытой в листве Какаши Катахи. «Здравствуй, Какаши! Что привело тебя ко мне?» Господин Хакаги, лично мной был замечен возможный член преступной организации Акацуки. Третий заметно напрягся и ответил, опиши его. Мужчина вкратце описал, что смог увидеть и начал слушать указаний. «Возьми Асуму, Гаи и Куриной, и проверьте ближайшие окрестности. Остальным же займутся Анбу. Слушаюсь». Джонин выпрыгнул в окно и побежал искать вышеперечисленных. Хирузин вздохнул, обернулся, посмотрел в угол и сказал, выходи, Итачи. Из угла вышел парень, брюнет, лет пятнадцати в форме Анбу. «Итачи, возьми-то, да и еще пару человек на эту миссию заданий ты слышал сам. Повинуюсь, господин Хакаги». И парень неожиданно исчез. «Брат, куда ты идешь?» Паша же сказал, что тренироваться нежелательно. Рыжий быстрыми шагами шел к полигону номер тридцать, а за ним семенил я блондинчик. «Суна, пожалуйста, пойдем домой». Взмолился Наруто. «Наруто, а как же мечта стать сильными? И тем более ты использовал Чидори, Аю?» Нет. Наруто так и не смог остановить своего брата на пути к своей цели, и через пару минут Рыжий складывал из печати обезьяны, драконы, крысы, птицы, быка, змеи, собаки, тигра, обезьяны и вытянул руку, как Наруто. В руке Рыжего появился с гусяк трещащих молний и он побежал на манекена, который через пару мгновений был проткнут Чидорием. Удовлетворенный результатом Суна посмотрел на манекена и сказал, «Наруто, можешь меня подержать?» Мальчик кивнул, подошел и стал держать брата за спину. А тем временем Рыжик вытянул руку, сделал пистолет и опустил большой палец. Как и ожидалось, из указательного пальца в сторону манекена вылетела здоровая молния и отправила его летать. А тем временем мальчиков урымло ударной волной, теперь уже не такой большой. Суна поднялся, поставил другой манекен и снова выстрелил молнией. Теперь уже мальчик удержался на ногах, но дернуло его знато. Наруто как заколдованный смотрел на выстрелы своего брата. С каждым выстрелом стойка мальчика крепла, его все меньше трясло и опрокидывало. Наконец он наловчился и сделал последний выстрел. Молния пробила дыру в манекене, а потом он отлетел. Мальчик довольно потер руки и развернулся, чтобы пойти к дому. За спиной детей стоял какаши, который не очень-то довольно смотрел на них. Суна глупо улыбнулся и сказал, «Привет, я тут решил проверить, как это работает». «Я вижу», — ответил какаши, «а теперь — живо домой». Мужчина подошел, подхватил мальчиков по подмышке и пошел в сторону дома. Но когда какаши ушел, дети не стали сидеть на месте и пошли гулять. Наруто и Суна, гуляя по Канохе, видели много кого. Видели Хинуту, с которой хотел поговорить блондин, но она таинственно скрылась. Видели мальчика из клана Инузука и мальчика из клана Абурами. Видели мальчиков из Нара и Акамича. Видели розовую улсу девочку, которая ходила по Канохе с другой девочкой, блондинкой. Неожиданно, когда Рыжик и Блондинчик проходили мимо стадион, опять увидели Саски с толпой визжащих девочек. Похоже Брондинчик кидал Куна и опять пинтовался. Опять Учхо. Пойдем, подойдем, Наруто. Сказал Сунаске тем временем, правда кидал Куна и хвастался своими, меткими, попаданиями. После очередного закинутого Куна и Саски сказал, никто меня не победит. И резко в бревна, куда кидал Учхо, прилетел Куна и деревяшка с треском сломалась. Девчонки замолчали и обернулись. Саски тоже с удивлением, просочившись сквозь толпу, посмотрел на того, кто кинул Куны. Там стоял Суна, а за ним Наруто. Рыжий гордо поднял голову и пошел дальше, несмотря на Учху. Наруто пошагал за ним. Вскоре мальчики добрались до Академии Шиноби. Суна и Наруто посмотрели на детей, выбегая оттуда. Скоро попадем туда и мы. Сказал Рыжий, незаинтересованным взглядом смотря на большое здание Академии. Наруто-кун. Мальчики развернулись и увидели Хинуту, которая стояла за деревом. Суна поднял бровь, а Наруто подходя сказал, привет, Хинута. А как дела? И вдруг споткнулся о корень дерева, за которым стояла девочка. Наруто начал стремительно падать на Хинуту, которая уже успела осознать, что будет и упала в обморок. Блондинчик уже ожидал, что коснется землю и Хинуты, но этого не произошло. Суна успел схватить своего брата за воротник и не дал ему упасть. Наруто встал в нормальное положение. Наруто, возьми ее, пожалуйста, на руки. А я позабочусь о том, чтобы Хьюги нас не нашли, когда пойдем в их квартал. Блондинчик кивнул, взял Хинуту, и братья поскакали по крышам к кварталу Хьюг. Вскоре они дошли и Суна сложили четыре печати, бык, дракон, тигр, овца и сказал, техника сокрытия чакры. Теперь нашу чакру будет обнаружить сложно даже Хьюгом. Мальчики примерно знали, где находилась спальня Хинуты, так что они быстро нашли нужное окно, в которое впрыгнули. Блондин положил девочку на кровать и Суна сказал, Наруто, времени до конца, техники осталось мало, пойдем. И братья выпрыгнули на улицу. Скрыться было сложно, так как люди были чуть ли не на каждом шагу. Накоин Рыжик и Блондинчику удалось выйти из квартала клана Хьюга, так что волноваться было не о чем. «Пойдем-ка домой, Наруто, а то что-то мне спать захотелось», — сказал Сунаин кивок своего брата, — «побрел домой». И вот через пару месяцев настал тот день, когда Кукаша повел мальчиков в Академию Шиноби. Суна все сопротивлялся и до последнего не хотел идти в Академию, так как считал, что уже все знает, что нужно настоящему Шиноби. Но Кукаше было фиолетово на протесты его сына. Так что он схватил Суну под свою подмышку, а другой рукой держал Наруто за руку, и Джоунин пошел в сторону Академии Шиноби. Куча детей забегали и выбегали из Академии. Некоторые из них уже имели при себе протекторы, которые обозначали, что ты являешься Шиноби-деревне, скрытой в листве. Кукаше шел медленно, но уверенно. «Папа, отпусти меня. Я не хочу обучаться в Академии». Тире кричал Рыжик Наруто же молчал, так как понимал, что участь учиться в Академии была неизбежна. Вскоре мужчина записал их в первый класс и отвел в кабинет. В аудитории было много детей, в основном ровесников. Кукаше махнул рукой на прощание и испарился. Пока Суна и Наруто ждали звонка, то увидели много кого. Увидели Хинуту, которая даже смотреть на Наруто не могла. Увидели Саски, которого окружили парочка девочек. Увидели еще много кого. Неожиданно практически все девочки в классе, кроме Хинуты, переключили свое внимание на Суну, который покручивал Куной в руке. Неожиданно мальчика окружили девочки. «Как ты смог сломать бревна, кинув один Куной?» Тире спрашивала одна. «Как ты победил Саски Куна?» Тире спрашивала другая. «Третьи вообще драку устроили?» «Он мой!» Тире крикнула девочка. «Схватив Суну за руку. «Нет, он мой!» Тире ответила другая. И схватила за другую руку. И они начали тянуть его, как канат. Саски похоже удивился, что все внимание переключилось на другого и очень сильно разозлился, так как привык, что все обращены на него. Неожиданно девочки отпустили Рыжика и разбежались по местам. Наруто тоже поспешно сел рядом со своим братом. В класс вошел мужчина, молодой, с коричневыми волосами, завязанными в косичку. На лице у него было нечто похожее на шрам. «Здравствуйте, дети! С сегодняшнего дня я буду вашим учителем в Академии Шиноби, меня зовут Иру Каумина. Сначала перекличка, а потом начнем». И через пару минут начался урок. Шикамар уже спал на парте, а Наруто лениво смотрел в окно. Суна тоже чуть не заснул, пока не услышал. Существуют также чакры и Ниен, и если их комбинировать, то можно получить техники, которые не относятся ни к какой из стихий. Мальчика это заинтересовало, и он крикнул, а как научиться их комбинировать. Учитель замялся и ответил, нужно сначала научиться проявлять чакру и Ниен, а потом уже их контролировать. Больше урок не нес в себе ничего интересного, так что Суна и Наруто побежали домой, чтобы скорее потренироваться. Пока блондинчик занимался концентрацией чакры без печати, что Суна уже умел, Рыжик подошел к Какаши, который читал книгу, и спросил, «Пап, можешь научить меня проявлять чакры и Ниен?» Джоунин вздохнул и ответил, «Я могу это сделать, но это очень опасное занятие, ведь контроль этих видов чакры может иметь опасные и порой даже смертельные последствия». «Куналы чакры у тебя просто не смогут выдержать и лопнут, как Шарик, и тогда ты больше не сможешь быть Шиноби. Ты точно уверен в том, что хочешь так тренироваться?» Суна подумал, «Кто не рискует, тот не спит». Тире ответил Рыжий. Какаши снова вздохнул и начал, стихи и Нета физической энергии, айн душевания. Чтобы научиться их контролировать, нужно сконцентрироваться на физической и душевной чакре. «Сядь в позу лотоса и пытайся сконцентрировать два перечисленных вида чакры в двух руках. Если, что я тебя остановлю». Мальчик сел в позу лотоса и попытался разделить чакру на две части. Резко его пронзила такая боль, что он даже пошевелиться не мог. Резко Какаши подбежал и сжал его руки своими. Внезапно боль прекратилась, и Какаши сказал, «Это было близко, во всех смыслах». Рыжий снова сел в позу лотоса и начал разделять чакру на двоих. Боль снова появилась, но не такая сильная, как до этого. Боль постепенно нарастала, а руки горели адским пламенем. Какаши снова его остановил и через пару минут Рыжий снова продолжил контроль. Тело разрывало от боли, руки горели, но Суна не хотел отступать и продолжил. Неожиданно боль, как по щелчку, прекратилась, а руки перестали гореть. Мальчик открыл глаза и увидел два разных, колыхающихся огонька на руках. Фиолетовый и желтый. Какаши под маской удивленно открыл рот и сказал, продолжай усиливать контроль чакр, пока они не превратятся в сгустки. И мужчина исчез. Теперь усиливать контроль было не так уж и больно, как до этого. Огоньки плясали на руках, приятно грей кожу. Мальчик сам не заметил, как огоньки стали расти и преобразоваться в более крупные сгустки чакры. Какаши стоял в кабинете Хакаги. Моя сын смог контролировать чакру и Ниен. Тире отрепортировал сын Белого Клыка. Хирузин нахмурился и ответил, если он научится использовать техники Ниен с умом, то это будет сильное оружие, которое будет защищать нас, но в плохих руках это оружие станет причиной смерти. И про плохие руки я имею ввиду Акацуки. Донзо про чакры и Ниен ни слова. Мужчина кивнул и скрылся. Когда Кукаши вернулся, то увидел, что огоньки чакры уже стали кострами, с огромными кусками внутри. Мужчина удивился, но не подал виду. «Отлично, теперь медленно и аккуратно сомкни руки друг с другом, чтобы чакра смешивалась друг с другом». Рыжик медленно свел руки. Неожиданно что-то у руки засветилось. Это была черная сфера. Хотя выглядела она безобидно, рука суны бешенно трясла. Казалось, техника была неуправляема. И неожиданно рука со сферой метнулась к манекену и впечатался в древесину, не оставив ничего от тренировочного приспособления. Произошел громадный взрыв, который отбросил мальчика за несколько километров. Кукаши метнулся к своего сыну и еле как успел его поймать, чтобы мальчик со всей скорости не впечатался в скалу. «На сегодня хватит!» Тире сказал Кукаши, который был взволнован тем, что только что произошло. «Что? Это? Было?» Тире еле как сказал суна, оправляясь после взрыва. «Я и сам, честно, не знаю!» Ответил растерянный Кукаши. Рыжик почувствовал, что падает в обморок от больших затрат чакры. Ведь он все еще ребенок, а не взрослый Джоунин. Мужчина вздохнул и понес мальчика, одновременно крикнув Наруто, чтобы тот шел за ними. Третий удивленно смотрел на одного из лучших Джоунов Канохи. Тридцать минут назад Кукаши приходил к нему и рассказал о том, что один из его сыновей учится контролировать чакру иниен. А сейчас тот быстро рассказывает о технике, которую, похоже, тоже изобрел мальчик. Кукаши, помедленнее. Я ни слова не понимаю, о чем ты говоришь. Хакаги Сама, минут тридцать назад, мой сын соединил чакру иниен вместе, а на одной его руке появилась неуправляемая черная сфера. Суна атаковал ею манекен, и от деревяшки, и мокрого места не осталось. А сам мальчик развил такую скорость, что я еле поспешил за ним, и кое-как смог его спасти. Хакаги молча слушал Кукаши, а потом изрек, продолжай тренировки, Кукаши, только быть осторожен. Джоунин кивнул и выпрыгнул из резиденции Хакаги, а сам старик пошел проверить архивный файл о жителях деревни. После недолгих поисков Хирузин нашел папку клана Узумки и прочел. Суна Узумаки возраст 7 лет, цвет волос рыжий, стихии молнии огонь, Кики и Генкай присутствуют в форме огромной скорости бега и мгновенной реакции. Призывод Суцует, ученик Академии Шиноби, известные родственники Кукаши Хатаки, опекун Наруто Узумаки, двоюродный брат Кушина Узумаки, тетя Аймёчха, мать Кин Узумаки, отец. Интересные у него характеристики. Улыбнулся Хирузин, тире надо будет стихии не юн добавить, а позже возможный призыв. Тем временем у мальчиков Суна, умоляю, давай вернемся домой, ты выглядишь, и так, нехорошо, а ты еще хочешь тренироваться. Ныл блондинчик, с именя за своим братом, который прихрамывая шел к полигону номер 30. А если папа узнает, он же нас накажет теорией. Тире продолжал Наруто. Но рыжему было фиолетово на наказание. Сейчас перед ним была цель техника Иньян. Когда они пришли на стадион, рыжик сконцентрировал Чакру Иньян в одной руке и ощутил снова неуправляемость и огромную мощь техники. Кое-как мальчик вытянул больную правую руку вперед, которая к тому же еще и бешенно тряслась. И рыжик рванул на манекен. Он ожидал, что снова полетит в скалу, а манекен уничтожится, но абсолютно ничего не произошло. Мальчик открыл глаза и увидел злое лицо Какаши, который держал его за запястье. Какаши ругался на мальчиков сильно и долго. Раз тысячу сказал, что Суна умер бы, если бы до конца применил технику. Раз миллион говорил, что поклялся защищать их. И раз миллиард говорил, что еще одна такая выхода, и о тренировках они могут забыть. Рыжий уже мало что понимал, так как чакра была на нуле и хотелось спать. Но опекун в качестве наказания запретил ему спать, пока Джоу не начитывает их. Наконец-то Какаши закончил, и братья пошли спать, так как силы и чакры оказались на нуле. Потихоньку шли дни в Академии Шиноби. Много детей узнали что-то новое и интересное. Кроме братьев Узумуки. Они все два учебных года провалялись на партах и проспали, а теорию им рассказывал Какаши. Но когда-то наступает момент сдачи экзамена. И наконец экзамен начался. Задача была легка, сделать нормального клона. Первым вышел Суна, который без труда создал с 20 теневых клонов и получил протектор. Его лицо светилось, когда ему в руки дали повязку со знаком Канохи, и он повязал себе ее на лоб. Протектор отлично смотрелся на мальчика и вовсе не мешал. Следующий по сдаче экзамена был Наруто, который еще до встречи с Суной, пробрался в архив с секретными свитками и вычитывал о технике теневого клонирования. Блондинчик без усилий создал 10 клонов и пошел получать повязку. Наруто чуть ли не визжал от счастья, когда повязал на лоб отличительный знак Шиноби. Суна! Я и ты смогли! Кричал бллондинчик, бегая вокруг своего брата. Наруто-кун! Тихо позвал Наруто к Тато. Несложно было догадаться, что это была Хината. Она стояла потупив глаза в пол и краснее до корейней волос. Неожиданно девочка протянула руки вперед и быстро-быстро заговорила. Вот, Наруто-кун, пожалуйста, прими этот подарок от меня. И действительно, в руках Хинаты была небольшая коробочка. Наруто взял коробочку и хотел поблагодарить Хинату, но ее и след простыл. Надо потом будет поблагодарить Хинату, подумал Наруто и пошел домой, чтобы потренироваться и выспаться, так как завтра их будут распределять на команды. Когда блондинчик пришел домой, Суна тренировался вовсю, не жалея своей правой руки. Тем временем Какаши стоял и внимательно наблюдал. Блондин подошел к Какаши и подергал его за штанину. Сын Белого Клыка посмотрел вниз и сказал, «Привет, Наруто!» «Как прошел экзамен?» «Все отлично, папа!» «Можно вопрос?» И на кивок Какаши Наруто спросил, «Папа, я и хочу научиться технике летающего бога грома, ты меня научишь». Какаши замялся, но через пару секунд ответил, «Да, конечно. Но техника это не такая уж и легкая. Чтобы ее изучить нужно тренировать скорость, научиться ставить специальную метку и умнее перемещаться к целям с меткой. Круто!» Крикнул блондинчик, но заметил, что Какаши рядом не оказалось. «Папа! Куда ты ушел?» Крикнул мальчик на всю деревню из скрытого листа. Третий занимался обычной бумажной работой. Договоры о торговле, проведении экспериментов и ТПМ неожиданно в дверь Хакаги постучали. «Войдите!» Сказал старик, поднял голову в сторону дверного разъема. Хирузин ожидал увидеть человека, который вошел в дом. «Здравствуй, Какаши! Что тебя привело в мою скромную обитель?» Джонин выпрямился и ответил, «Господин Хакаги, этот день настал». Резко лицо Хирузина с добродушного сменилось на напряженное. «Вы уверены, что еще не рано?» Спросил мужчина у третьего. «Нет, Какаши! Я считаю, что уже давно пора». Хирузин встал со своего мягкого, черного кресла и прошел в кладовую пристройку к кабинету Хакаги. Там хранились самые важные вещи, и дверь эту можно было открыть, только сняв специальную печать. Пробав там пару минут, старик вышел, держа в руках небольшую, прямоугольную коробочку. Сын белого клыка снял крышку и посмотрел на предмет, который там лежал. Насмотревшись, Джонин закрыл ее обратно и поблагодарил старика Хакаги. «Ни за что, Какаши! Приходи еще!» Сказала вслед Хирузин, перед тем как мужчина с белопепельными волосами исчез. Наруто и Суна тренировались вместе. Суна носился как у горелы по полигону, тренери у и брата. Блондинчик знал, что для техники летящего бога грома нужна большая скорость, что он и тренировал. Неожиданно снова появился Какаши. «Папа! Ты где был?» Крикнул Наруто, смотря на своего опекуна. Джонин присел на одно колено перед Наруто и открыл коробочку, которая была у него под подмышкой. В коробке, на мягком, красном бархате лежал один-единственный куной. Выглядел он необычно, как три саи единюных куная в единое целое, или что-то похожее на сай. На ручке была надпись, которую Наруто так и не смог прочитать. Сквозь кольцо на ручке была пройдет веревочка. «Наруто, раз ты хочешь научиться технике летящего бога грома, то я отдай тебе куны четвертого хакаги, с помощью которого он использовал эту технику». Блондинчик взял в руку куны и с удивлением посмотрел на него. «У меня в руках куны четвертого хакаги». Подумал счастливо мальчик. «Начнем же тренировки». Улыбнулся как ашиточка просто кинь-куны и сконцентрирует всю свою чакру на метке. Наруто так и сделал. Он закрыл глаза, но ничего не произошло. Только, что-то мелькнуло в голове юного шиноби. «Повтори еще раз». Повторил мужчина. Наруто сделал то же самое. И снова что-то мелькнуло в голове, но ничего не произошло. Два часа Наруто делал одно и то же, но ничего не получалось, только небольшие вспышки возникали в голове. Какаши вздохнул и сказал, придется переходить на крайние меры. «Прости, Наруто, но так нужно». И Джоуни над ним ударом вырубил блондинчика. Сын Клакаканохи стоял перед обрывом, держа блондина на плече. Куны уже был воткнут в камень. И мужчина вздохнув, скинул мальчика вниз. Наруто очнулся в странном месте. Это был просторный коридор с длинными резными колоннами и белыми стенами. Пол состоял из воды, по которой мальчик ходил, даже не концентрируя чакры. Хотя ламп здесь не было, в воздухе витал непонятный желтый свет, который неизвестно откуда брался. Блондинчик пошел вперед по коридору, оглядываясь по сторонам. Неожиданно он увидел огромные железные решетки. Каждая из них была толщиной с резиденцию Хакаги. Наруто не видел где заканчивались решетки, так что мог только предполагать какого размера они были. Мальчик думал, что за решетками никого не было, но неожиданно открылся громадный красный глаз. Глаз злобно посмотрел на Наруто, и откуда-то раздался громовый рык. Мальчишка, выпусти меня из этой клетки, и я дам тебе мою силу. Так это тот и тот демон, из-за которого меня ненавидят все дёрни. Неточка поинтересовался Блондин, тогда мы отомстим им. Выпусти меня, и мы разрушим её вместе. Я не стану тебя выпускать. Чёрный зрачок, который напоминал Змейный, сузился ещё сильнее. Голос продолжил. Ты сейчас в экстренной ситуации. Мы оба погибнем. Выпусти меня, и мы выберемся из обрыва. Но похоже голос понял, что Блондин не станет его отпускать. И вздохнув, закончил, я дам тебе маленькую часть моей силы, а дальше ты сам выберешься. Наруто неожиданно начал обвивать красная чакра. Прощай, мальчишка. Наруто открыл глаза и увидел, что он не падал. Весь мир был каким-то серым. Неожадно, посмотрев вверх, мальчик увидел, что-то светящееся наверху, и ему захотелось там оказаться. Как вдруг по щелчку он оказался наверху возле чаготова золотого. Резко Наруто понял, что это светилось. Это была метка на куна четвёртого. Блондин дотронулся до неё и резко его пронзила острая боль. От боли он напёрся на камень и когда отошёл, увидел, что на камне осталась метка. Так вот как это работает. Блондинчик взял куна и резко всё вернулось. Какаши подорвался с места, а Наруто крикнул, Папа, я смог. Всю оставшуюся дорогу мальчик кидал куны и перемещался к нему. И чем больше он это делал, тем лучше это получалось. То есть, практически без остановок во времени, долгих размышлений и перемещений. Когда мальчики ложились спать, Наруто рассказал Суне о том, что сегодня случалось, а Рыжик задумчиво повторял, «Комната, комната, комната». Вскоре братья заснули. Саски против Суны и Суна, Наруто, Сакура и Саски против Какаши было прекрасное солнечное утро. Новые генины шли на распределение команд. Старик третий смотрел на гуськом идущие редки из окна своего кабинета. Как быстро время идёт. А ведь я помню их со всем детьми, которые только пошли в академию. Когда Наруто и Суна вошли в аудиторию академии Шиноби, практически все выпускники сидели там. Как только Рыжик и Блондинчик вошли, на них сразу уставились все взгляды. Особенно выделился взгляд Саски, который с ненавистью и завистью смотрел на брата Наруто. На днях сыны Какаши узнали о резне клана Учиха, которую устроил гений клана Учиха Итачи. Ирока тоже подозрительно смотрел на Блондинчика, но ничего не говорил. На перемене Суна и Наруто слышали такие разговоры. «Я хочу попасть в команду либо к Саски-куну, либо к Суни-куну. Они оба такие симпатные. Либо, я обязательно попаду в команду к Суни-куну». Но громче всех разговаривали две девочки Блондинка и Розово-Волосая. Они обе кричали друг на друга, пытаясь защищать своих кумиров. Розоволосая кричала, Саски-кун лучший. А Блондинка отвечала, нет, Суна-кун лучше. Рыжий положил ладонь на лицо и отвернулся к брату, чтобы пообсуждать более интересные темы. Когда все пришли, Чунин громко объявил, «Итак, выпускники. Сегодня настал тот день, когда вас распределят по командам, с которыми вам придется пройти через многое. Сейчас я вам зачитаю название команд». Команда номер 8 Абура Мишина, Инузука Кеба и Хинута Хьюга, команда номер 10 Акимя Чича Аджи, Нараши Камару и Ямано Кина. И команда 7 Сакура Харуна, Наруто Узумаки, Саски Учхо и Суна Узумаки. Лицо каждого участника команды менялось поочередно. Когда Сакура услышала, что будет в команде с Наруто, то расстроилась, но когда прозвучало имя Саски, обрадовалась. Когда Наруто услышал имя Харуна, обрадовался, но когда прозвучало Чиха, разозлился. Затем Саски, когда услышал Сакуру, вообще не отреагировал, когда прозвучало имя Узумаки, ухмыльнулся. На Сакуру Суна не обращал внимания, на имя брата обрадовался, а на имя Учихи он хмыкнул. Все же присутствующие удивились, когда Рыжика прописали как четвертого члена команды номер семь. Кто-то закричал, это нечестно. Нас трое, а их четверо. Левая кавычка, почему Суна Кун у них, а не у нас? И, почему у них Саски Кун? И Рока стукнул по столу и крикнул, тишина. Суна Узумаки стал четвертым членом команды семь, потому что все команды были по три человека, и он наиболее подходит для команды семь. А теперь по классам ждать вашего сенсии. И все бывшие ученики Академии разошлись по кабинетам. Саски, Сакура, Наруто и Суна сидели в пустой аудитории. Брату Рыжика было скучно и он решил подшутить над их сенсием. Он чуть-чуть приоткрыл дверь в щель и поставил щетку для доски, которая должна была упасть на голову сенсию. Учиха сидел за одной из парт, с серьезным лицом смотря на то, что вытворяет блондинчик. Суна тоже стоял недалеко и наблюдал. «Наруто, что ты делаешь? Ты в своем уме?» Тире спросила Сакура, а сама подумала. «Давай, Наруто, так его». Через час дверь открылась и послышался гулкий стук щетки о чью-то голову. Блондинчик захохотал и посмотрел на их нового сенсии. Рыжик тоже повернул голову. И тут братья столбенели. На них недовольным взглядом смотрел мужчина в маске, закрывающий рот и шею, и с белыми, стоящими вверх волосами. Конечно же, это был Какаши. «Первое впечатление о вас, моя команда полная идиоты», — сказал сын Сакума Хатаки. «Меня зовут Хатаки Какаши и я ваш новый сенсий. Пойдемте на улицу и познакомимся поближе там». И Хатаки выпрыгнул в открытое окно, а Наруто и Суна за ним. Учхо, Харуны и братья Узуумаки сидели перед Какаши, который анализировал их своим взглядом. «Итак, я представляю снова, я Какаши Хатаки и я ваш новый сенсий. На этом думаю вам знать обо мне достаточно. Представьтесь теперь и вы, назовите свою мечту или еще что-нибудь. Я Наруто Узуумаки. Моя мечта стать Хакаги!» — крикнул блондинчик. Какаши чуть-чуть улыбнулся я Саске Учхо. «У меня нет мечты, но есть цель. Я хочу отомстить брату за уничтожение моего клана и неважно какими путями, но я сделаю это.» — хмуро отозвался Саске. При этих словах мужчина нахмурился. «Я Сакура Харуна, у меня есть не то, чтобы мечта, но мне нравится один мальчик». И Сакура посмотрела на Саске. «Девочки всегда больше заинтересованы в мальчиках, чем в искусстве ниндзя». Сказал Какаши. «Я Суна Узуумаки, моя мечта стать сильным и защищать слабых и маленьких». Джоунин снова улыбнулся. «Отлично. Завтра на полигоне номер три, в девять часов утра, завтракать не надо, без опозданий». И мужчина исчез. На следующее утро, ровно в девять часов, новоиспеченная команда «Семь» стояла на полигоне номер три. Какаши все не было. «Ну и где же он?» Причитала Сакура. «Уже двадцать минут его ждем. Наверное, опять читает свои извращенские книжечки, извращенец». Крикнул Наруто, пиная камни. Суна пожал плечами и обернулся к охмурому брюнету. «Учиха, что с лицом?» Спросил Рыжик, подходя к Учихе. «Не твое дело. Идиот. Отойди, а то порву». Грубо отозвался Саске. «Нормально разговаривать можешь или иточи тебе страх перерезал». Неожиданно для Суны, Саске исчез и появился над ним, чтобы дать ему ногой по голове. Мальчик это сразу заметил и отпрыгнул в сторону, сложив печати быка, змея, тигра, лошади, крысы, свиньи, драконы и овцы. Стихи огня и молния, тысяча огинных искр. И Рыжик, поставив правую руку с печатью овцы перед собой, дунул на конец среднего пальца. Резко, из его пальца вылетели тысячи огинных искорок, которые со скорости пули полетели в Саске. Брюнет отпрыгнул в сторону, но парочка искр задели его и оставили ему множество порезов на одежде. Учиха прыжком одолелся и сложил печать змея, овца, обезьяны, свиньи, лошади и тигра. Стихи огня, огненный шар. Крикнул он и выдал из себя огромный шар из огня. Когда техника развеялась, Саске с гордостью посмотрел вперед, но с уны не было. Стихи и молния, шоковая парализация. Услышал Брюнет за спиной и почувствовал резкую боль по всему телу, будто его ударила молния. Учиха хотел развернуться, но не смог. Рыжий обошел его, посмотрел в черные глаза и сказал, ты слаб для меня, Учиха. Часа два ты будешь парализован. Как ты смог увернуться от моей техники? Прошипел Саске, на что услышал ответ. У меня есть свои методы. Бро, это было круто! Крикнул Наруто, когда суна сел рядом с ним. Спасибо, Наруто. Отозвался Рыжик. К двум часам Кокашиса изволила объявиться на стадионе. Здравствуй, команда. Итак, не будем тянуть время и я сразу объясню причину, почему я здесь вас собрал. Когда генины встали перед ним, Хатаки продолжил, в моей руке два колокольчика. Ваша задача до полудня отобрать у меня их. Двое из вас, кому достанутся колокольчики, останутся в команде, а у кого их не будет, пойдет обратно в Академию. Возле трех бревен стоит еда, но вам категорически запрещено ее есть, пока я не скажу сделать это. Три, два, один, начали. И мужчина, повесив колокольчики на штаны, достал книгу и стал ее читать. Наруто самый первый бросился на Кокаши, но мужчина отошел на пару шагов назад и подставил подножку. Блондинчик упал на землю. Тем временем Саски, прыжком попытался напасть со спины, но Джоунин, смотря в книгу, отопнул Лучиху в сторону леса. Суна выпрыгнул с под землю и хотел схватить колокольчики, но Хатаки взял его за кисть и запустил в кусты. Сакура тоже побежала в кусты. Неожиданно, валяющийся Наруто превратился в бревна, и настоящий Наруто подбежал сзади и оторвал колокольчики. Я схватил их. Обрадовался блондинчик, но тут послышался хлопок, вместо Кокаши лежала бревна, а вместо колокольчиков у мальчика в руке были камешки. Не позволяй врагу оказаться сзади. Техника тысячелетия боли. И сложив печать тигра, мужчина воткнул пальцы в зад Наруто. Блондинчик вскрикнул и полетел в сторону леса. Итак, все раскиданы по лесу. Пора вас найти по отдельности, сказал Джоунин. И мужчина исчез. Саски сидел на ветке дерева и выглядывал как Аши. Но когда Брюник повернул голову, то увидел Джоунина и изо всех сил ударил по нему. Послышался хлопок, и через секунду ветка под Учихой с треском полетела вниз. Саски прыжком встала на ноги и увидел Хатаки. Мальчик сложил те же самые печати, что складывал, когда дрался с Суной и выпустил огненный шар. Как и ожидалось, Хатаки не было. И неожиданно Учиха почувствовал, что его держат за ногу. Он посмотрел вниз и увидел руку Сенсия, которая держала ногу мальчика. Еще секунды и Брюник оказался по шею зарыт в землю, а Кукаши уже шел дальше. Сакура сидела в кусте и смотрела на поляну. «Где же Кукаши-сенси?» Подумала, она и неожиданно услышала «Я здесь». Девочка обернулась и увидела Кукаши, и с криками выбежала из куста. За пару секунд розового волоса и перпряталась за другое дерево и снова услышала «Сакура, помоги!» Сакура обернулась и увидела всего истекающего кровью Саски, который медленно полз к ней. Кукаши медленно шел по траве и без удивления услышал девчачий визг. Суна бежал по поляне и неожиданно впереди увидел Кукаши, который спиной стоял к рыжику. Мальчик подбежал и неожиданно мужчина развернулся, и это оказался манекен. Неожиданно брат Наруто почувствовал возле головы куной, а его руки оказались скрученными за спиной. Двое мужчин стояли рядом с ним. Один из них схватил Суну и отправил его в дальний полет в середину реки. Наруто отплевываясь, выполз из реки, куда его зашвырнул Кукаши, и с удивлением обнаружил, что находится возле тренировочных бревен. Там стояло четыре аппетитных коробочки с едой. Блондин огляделся и подошел к бревнам. Оглянувшись снова, он без зазрения совести распахнул коробку и засунул в рот шарик из риса. И резко его связали веревки и привязали к одному из бревен, а перед ним возник хатаки. Через пару секунд появились еще три Кукаши, с другими участниками команды. Клоны исчезли, а оригинал сказал, Наруто нарушил договор, поэтому остается без еды. А остальным приятного аппетита. И Джоунин тоже исчез. Пара минут Генина молча или только живот Наруто нарушал тишину. Наконец, Суна подсел поближе к брату и на палочках протянул ему шарик с рисом. Напоешь, тебе надо восстановить силы. Ух ты, спасибо. Обрадовался Наруто и с радостью съел шарик. Через пару секунд Сакура тоже отдала свою порцию, а потом и Саске. И тут как гром возник какаши. С его появлением на небе появились тучи. Вы нарушили договор. За это вы понесете наказание. В его руке появилась молния. Стойте, какаши Сансей. Остановила его Сакура. Мы неправильно поступили, что не действовали командой. Но сейчас мы не бросим Наруто, ведь мы команда. Джоунин помолчал и неожиданно крикнул. Поздавляю, вы прошли. И вытянул руку с большим пальцем. Команда 7 возвращалась со стороны волн. Их миссия была сопроводить и защитить строителей Тазуну, который должен был построить мост и спасти их страну от полного разорения мошенниками Гата. Оказалось, что Гата, чтобы предотвратить строительство моста, нанял одного из семи мечников Тумана Забузумучи и его напарника Паренька Хаку. Во время битвы на мосту чуть не умер Саски, из-за чего Наруто порылся красной чайкрой и просто разрушил зеркальную технику Хаку. Суна помогал Какаши сражаться с Забузой, а Сакура защищала строителя. Миссия закончилась тем, что мечник собственноручно убил Гата и умер вместе с Хаку, которого Какаши пробил Чидори. Мост был достроен и 7 команда вернулась в Канаху. Суна, Наруто, Сакура и Саски ждали их сенсии. «Где этот извращенец?» — крикнул Наруто, осматривая ближайшие ветки. «Найду того, кто пишет эти извращенные книги, руки оторву!» «А вот ию!» — оповестил всех Какаши, появившиеся над своими учениками. «Явился!» — буркнул Наруто. «Команда, у меня для вас есть важная новость. Скоро будет проходить экзамен на Чунина, где все генины будут сдавать их, чтобы стать Чуниными. Я зарекомендовал вас, как участников экзамена. Удачи!» И Кукаши исчез. «Круто!» — крикнул Наруто. «Скоро мы станем Чуниными!» «Да не ори ты так!» — отмахнулась Сакура. «Вот идиот!» — пробубнул Саски, который как всегда свысока смотрел на всех. Суни не был интересен ни Очиха, ни Сакура. Он пару секунд назад видел странного человека в черном плаще с большим капюшоном. Его плащ напомнил мальчику тот самый плащ с красными облаками в день знакомства с Наруто. «Но их не было на что ты пялишься, Узумаки!» — спросил Саски. «Не твое дело, Очихаточка!» — ответил Рыжик и повернулся к Сакомандникам. Неожиданно они услышали детский крик, и Наруто сразу бросился к нему, Суна за ним, потом Сакура и петух Саски. Когда Сакомандники прибежали к месту, откуда доносились крики, там стоял мальчик, ровесник Наруто и держал за футболку другого мальчика, помладше. У мальчика постарше было накрашенное лицо, одет был в черную толстовку в капюшоне с ушками, а на спине висел странный кокон. Мальчик помладше был в синем шарфе, с надетой на голову странной каской и в бледно-желтой футболке. Рядом с ним бегала рыжая девочка и кричала, и мальчик в очках с текущей соплей из ноздри. «Отпусти его!» — крикнул Наруто. «И что ты мне сделаешь? Закидаешь камнями?» — посмеялся мальчик с коконом. Неожиданно, в него действительно прилетел камень. Мальчик развернулся и увидел Суну, который стоял на дереве и подкидывал в руки камешек. «Ах ты, сопляк! Дай я тебе!» Мальчик замахнулся рукой, но вдруг кто-то схватил его руку сзади, и он остановился. На него смотрел другой мальчик, красноволосый и очень странный на вид на спине у него была огромная тыква, а на лбу была кандзи, любовь. «Прекрати, конкура!» — только и сказал красноволосый. Конкура странно посмотрел на него, но все-таки отпустил мальчика. «Еще увидимся!» — малышняточка крикнул он и стал удаляться в компании девочки и красноволосого мальчика. До того, как мальчик стыква скрылся, Суна и он встретились взглядами, и рыжего напугал его безжизненный, холодный взгляд. Наруто похлопал по спине мальчика, которого спас, и спросил, «Ты в порядке?» «Конечно в порядке, как я могу быть с ней в порядке?» «Я же внук третьего!» «Как тебя зовут?» — решил взять на себя инициативу Суна. «Меня зовут Конохамару!» — ответил мальчик и улыбнулся. Неожиданно, к их компании подошел мужчина, в черных очках и с черной косынкой на голове. «Господин внук, вы должны быть рядом со мной!» «Не смейте приближаться к этим отбросам!» «Ты кого отбросом назвал?» «Сейчас я тебе покажу!» — крикнул Наруто и сложил пальцы крестиком.сиксидюцу. И неожиданно, возле Сансикона Хамару появились толпы обнаженных девушек, странно похожих на Наруто. «Ахохо!» — вскрикнул он и с помощью фонтана крови из носа улетел куда-то далеко. Суна, которому уже не нравилось подобное, завел руки за голову и сказал брату, «Пойдем, Наруто, потренируемся перед экзаменом!» «Пойдем!» И блондинчик запрыгал в сторону их любимого тренировочного поля. Суна сидел в позе лотоса и тренировал концентрацию чакры и неен, а Наруто учился перемещаться с помощью куна и еще быстрее. Неожиданно, как тень, возле мальчиков появился кукаши. «Привет, мальчики, как успехи?» — спросил мужчина, подходя ближе. Наруто кинул куны в сторону отца и через мгновение появился рядом с ним. «Все отлично, папа, у меня уже получается лучше!» «А у тебя как дела, сына?» Джонин подошел к сыну ближе. Резко, мальчик открыл глаза, которые были налиты кроваво-красным оттенком. Какое-то время назад Рыжик сидел в позе лотоса и тренировал концентрацию чакры, как вдруг он услышал сзади чьи-то громкие шаги. Мальчик открыл глаза и оказался в месте, полном красного света. Стены в пространстве были черными, было довольно темно, хотя можно было различить статуи каких-то людей. Но единственное, что хорошо выделялось в этом месте, — это был трон. Огромный, алла-красный, он стоял посреди зала одинокий и пустой. Суна стал идти вперед по залу, внимательно оглядывая каждый уголок. Неожиданно, с трона встал человек. Рыжик мог поклясться, что его там не было. Человек был странно знаком мальчику. Большой черный плащ, капюшон. Точно, Суна видел его, когда Кукаши им рассказал об экзаменах. Внезапно, человек заговорил, «Приветствую тебя, Суна Узумуки. Я король крови, но можешь звать меня Ураном». Мальчик учтиво преклонился. Уран хмыкнул и продолжил, «Ты не зря оказался здесь, Суна Узумуки. Ты избранный. Тебя выбрали на совете, как нового короля крови». «Но я же просто мальчик, что я такого сделал, что мне оказали такую честь. Не важно, что ты сделал, важно, что ты должен стать новым королем». Уран подошел к Рыжику и положил свою огромную руку ему на голову. «Я отдам тебе всю мою силу, ты постепенно будешь обучаться ее контролировать. Но, чтобы постичь магию крови, тебе дадут наставника». Уран щелкнул и на плече Рыжего появилась летучая мышь. «А теперь ступай и возвращайся, когда постигнешь полную силу крови». Суна открыл глаза и посмотрел вокруг. Ему прямо в глаза смотрели Кукаши и Наруто. «Суна, Содоев, все в порядке?» спросил взволнованный мужчина. «Да, все хорошо, спасибо. Мальчик встал на ноги и неожиданно кто-то прошептал ему. Первое, ты чувствуешь потоки крови других людей и с помощью этого можешь отличать своих от врагов». Суна повернул глаза на брата и увидел красную кровь, которая плавала в теле блондинчика. Второе, твои особые глаза позволяют тебе видеть кровь, ты можешь выключить их в любой момент, просто закрой их и открой снова». Рыжик сделал, что ему велели, и все стало как прежде. Третье, для чего нужна кровь. «Из крови и чакры ты будешь делать особые техники». Неожиданно, Суна почувствовал чье-то присутствие и моментально оказался возле человека, который наблюдал за ними. Девочка моментально спряталась за другую сторону столба. «Привет, Сунакун. Послышалось позади столба. Прости, что потревожило вашу с Нарутоку на тренировку, но просто». Дальше смущающаяся Хинута не смогла найти слов для оправдания своей слежки. «Привет, Хинута Чин», поздоровался Нарута. «А, привет, Нарутокун, как дела?» Нервно спросила Хинута, отворачивая лицо от братьев и закрывая его руками. Блондинчик улыбнулся одной из своих улыбок и ответил, «Все отлично, Хинута, готовляюсь к экзаменам, а у тебя как дела?» Хинута, не выдержав такого сильного напара, рванула со всей скорости с полигона. «Вечером Суна и Нарута, когда ложились спать, обсуждали предстоящие экзамены. «Как ты думаешь, бро, какие там будут задания?» Спросил блондинчик. «Не знаю, наверное, те, которые будут проверять наши знания о мире ниндзя. Наверное, спокойной ночи». Так прошла томительная неделя нудных тренировок и наставлений какаши, о хорошей подготовке к экзамену. За одну неделю Нарута стал еще быстрее, научился ставить печать, не чувствуя боли и увеличил запас чакры. Суна же узнал больше о природной крови и научился лучше ее определять. И вот наступил день экзамена на Чунина. Сакура и Саски стояли возле дерева, недалеко от дома их сенси и ждали братьев. «Ну где же этот болван, Нарута?» кричала Сакура и размахивала руками. «Пусть только объявится, я ему тумаков надаю». Саски же, как всегда, молчал, холодным взглядом смотря на дым какаши. Неожиданно, над ними раздались голоса. «Мы здесь, ха-ха!» засмеялся Нарута и поправил повязку. «Мы пришли!» сказал Суна. «Где вы были болваны, и что это на вас за одежда?» крикнула Сакура, смотря на дерево, где стояли братья. И действительно, одежда мальчиков изменилась. Нарута, который неизменно носил оранжевую кофту и оранжевые штаны, сейчас же носил черные штаны, желтую футболку и оранжевый, расстегнутый плащ со знаком клана Узумаки и огоньками на конце. Его же брат, который тоже носил желтую кофту с черными полосами и черные штаны, носил алла-красный, тоже расстегнутый плащ, черные штаны и черную футболку. Рыжик и блондинчик спрыгнули на землю, и Наруто сказал «Ну, пойдемте, команда семь». И все выдвинулись в сторону Академии. Наруто, Суна, Саски и Сакура сидели в просторной комнате, полной народу. У них произошла заминка вначале, так как на комнаты была наложена гендиюция и номера кабинетов были неверными. Но пара секунд раздумья и команда семь оказалась в нужном кабинете. Неожиданности, к команде подошел парень в фиолетовой одежде и очках. Здравствуйте, меня зовут Кабута Якуши, не хотите узнать информацию о некоторых людях? Гора Пустыни и Рок-Ли. сказал сразу Саски, тем самым заткнув Наруто и Суну. Гора Песковгинен из деревни скрытой в песке. Имеет на счету «Ничего себе!» 10 завершенных миссий ранга, 30 завершенных рангов и 50 завершенных ранга С. Рок-Ли участник команды 9, имеет завершенных миссий ранга Д20, ранга – 30. Тем временем Наруто решил осмотреться и посмотреть на остальных участников. Тут были и команды 8 и 10, команда конкура, красноволосого мальчика и хмурой сестры. Тут была команда толстобрового мальчика, мальчика, с длинными корченевыми волосами и девочки. Суна, которому было скучно, решил подколоть брата и подошел к нему. «Наруто, давай поспорим!» – предложил Рыжик. «А давай, а на что?» – спросил блондинчик. «Давай, если я найду здесь еще одного узунки, то ты подойдешь к Хинуте и позовешь ее гулять.» – предложил мальчик и улыбнулся. «Ну попробуй, а если ты проиграешь, то иди скажи Сакуре, что ее любишь.» – тоже улыбнулся Наруто. «По рукам!» – пожал Суна руку своему брату и нырнул в толпу народа. Через пару минут он вернулся, ведя за собой красноволосую девочку в очках и со странными шрамами на руках. «Знакомся, это Карин Узумаки!» – представил девочку Рыжий. Наруто впал в ступор. «Э, привет, Карин, я твой брат Наруто Узумаки!» – улыбнулся он. «Привет, Наруто! Я даже не ожидала, что встречу саклановцев здесь, это даже приятно!» – мило улыбнулась Карин. «Наруто, братец, иди выполняй обещание!» – присвистнул Суна. Блондинчик вздохнул и пошел в сторону Хинуты, которая тихо стояла в стороне от всей команды и молчала. «Привет, Хината!» – растянулся в улыбке мальчик. «Принцесса Бьякуга на мигом покраснела и попыталась спрятаться, но деваться уже было некуда. «Привет, Наруто Кун!» – поздоровалась она и опустила голову. «Не хочешь ли со мной прогуляться после первого этапа?» – спросил блондинчик. Девочка минуту стояла, молчала и краснела еще сильней. «Хорошо, Наруто Кун, я смогу прогуляться с тобой после первого этапа!» – выдала она на одном дыхании и чуть не упала в обморок. «Встретимся тогда, Хината!» И Наруто пошел к своему брату. «Что смеешься?» – спросил, он недовольна глядя на Суну. «Прости, не смог удержаться!» Неожиданно, дверь распахнулась и в команду вошел мужчина. «Тишина!» – крикнул он. «Меня зовут Ибеки Марины и я буду экзаменатором вашего первого этапа! Пройдемся за мной!» Все прошли за экзаментором в еще одну комнату с партами и доской. «Первый этап прост!» – начал Марины.ответить на вопросы в тесте. «Если хоть когото поймают на списывание, то сразу прогонят с экзамена с командой!» «Экзамен начинается через три, два, один!» И экзамен начался. Казалось, вопросы были нереальными и не имели ответа. Суна оказался за партой с Карен. Неожиданно на его руке появилась летучая мышь. «Я тебе помогу!» – сказала мышь и вспорхнула на плечо одного из пишущих. И каждый раз в голове рыжика звучал голос. В один, опять, три. Через пару минут экзамен был написан и Су наткнул пальцем посередине. Резко, что-то странное образовалось под пальцем, и через пару секунд небольшая капля крови потелка на парту к Наруто. Блондинчик сидел за одной партой с Хинутой и не понимал, как отвечать на такие сложные вопросы. Девочка рядом тоже, похоже, не понимала и только молчала. Неожиданно, к Наруто на лист приплыла капелька крови и на бумаге появился текст с ответами. «Спасибо, братец!» тихо сказал мальчик и списал ответы, но глядя на скромную и отчаявшуюся Хинуту тихо сказал, «Хинута, списывай у меня ответы, только аккуратно». Через минуту ответы у девочки тоже были и Наруто сел поудобнее, чтобы переждать время. «Итак, участники, остался последний, десятый вопрос. Сказал Ибеки Марина. Если вы останетесь на него и ответите, то пройдете этап, а если не ответите, то останетесь генинами навсегда. Если же вы уйдете, то уйдет вся команда, но у вас шанс будет сдать экзамен снова в следующем году». Вышло пару команд, но Суна, как и Наруто твердо решила остаться на месте. Ибеки еще подождал и громко объявил, «Вы прошли первый этап экзамена». Неожиданно, в кабинет через окно влетела женщина и сказала, «Ну не расслабляться. Завтра в восемь утра на полигоне 44». И она внезапно исчезла. Наруто и Суна собирались лечь спать. «Ну как погулял с Хинутой?» Спросил Рыжик. «Отлично», — сводил ее на лица Хакаги, «А еще мы в парке погуляли». Улыбнулся блондинчик. «Как ты думаешь, что будет на втором этапе?» «Завтра увидим, спокойной ночи». Комментарий к первому этапу. Команда «Семь» против Арачимару. Команда «Генинов» стояли возле полигона номер 44. Наруто было скучно, поэтому он шатался по поляне, рассматривая других участников. Неожиданно, он заметил команду, которую раньше не видел на экзамене. Парень, замытан с бинтами, парень со странного вида руками, девушка и их жутковатый сенсей. Если генины не выглядели устрашающе, то от вида их учителя у блондинчика пробежали по коже мурашки. Вытянутое лицо, длинный скользкий язык, огромные, выпученные глаза все вызывало какую-то неприязнь к этому человеку. Через пару минут прогулки мальчик решил вернуться к своей команде. Суна рассказывал о том, что они командой должны работать сообща. Саски и Сакура слушали его невнимательно. «Ну где же это?» — крикнул Наруто. «Мы уже тут стоим, бог знает сколько!» Неожиданно что-то блеснуло в воздухе. Все ахнули. Суна стоял возле брата, двумя пальцами придерживая Куной, который был в миллиметрах четырех от щеки блондинчика. Та самая экзаменаторша, которая вчера появилась в конце первого этапа, стояла недалеко. Суна засунул Куну себе в маленькую сумку для кунаев и сурикинов за спиной. Женщина промолчала, а потом уже не так уверенно начала. «Здравствуйте! Меня зовут Анка Митараши, я экзаменатор второго этапа. Сейчас я вам расскажу о нем». Это лес смерти. В его середине есть башни. Также сам периметр полигона имеет в себе 44 ворот, через которых вы попадете туда. Ваша задача добыть два свитка неба и земли и дойти до башни. Все это нужно сделать за пять дней. Но этот лес опасен. Здесь полно ядовитых змей и насекомых, тут нужно быть начеку. И самое главное, ни в коем случае не открывать свитки, пока не дойдете до башни. «Сейчас вы должны подписать договор, что деревня не несет ответственности за вашу смерть. Идите к вашим воротам, там вам выдадут один свиток и договор». Анка назвала ворота всех команд, и команда семь отправилась к своим воротам. После подписания бумаг, все подготовились и Джоунин открыли ворота. Наруто, Суна, Саски и Сакура. Суна сидел на ветке. «Ребята, подождите меня, я сейчас кое-что сделаю». Мальчик сложил кучку печати и прикоснулся к земле. Техника призыва. На земле появилась маленькая летучая мышь с бусами на шее. «А это ты? Зачем призвал?» Спросила животная. «Привет, Кайгаку, не можешь полетать по периметру леса и поискать информации». «Ладно, ладно, что не сделаешь ради короля». Заворчал Кайгаку и сложил печать овцы. Неожиданно летучая мышь рассыпалась на кучу кровяных капелек, которые тоже превратились в таких же мышей. Они разлетелись. Суна попрыгал за своими сокомандниками. Команда сидела под навесом из огромного листа. «Нужно придумать какой-нибудь код, чтобы мы могли узнавать друг друга, если, что вычислить шпиона. Сказал Наруто. Предлагая то, что знает каждый из нас, но ее знает никто. Ответился на точку. Например, чем Какаши сенсии обожают заниматься в свободное время. «Мы ведь все знаем, что любят Какаши сенсии». Все положительно кивнули. Неожиданно из-за ветки вылетела огромная змея и кинулась на ребят. Суна достал свой клинок и воткнул его в морду змея. Репетилия заревела и стала еще агрессивнее. Мальчик прыгнул ей на морду, вытащил клинок и запрыгнул прямо в пасть. «Брат, ты что творишь?» крикнул Наруто. Неожиданно, что-то в змея сверкнуло и через секунду, там где была ее спина вылетел раскаленный клинок. Из дыры на спине животного выпрыгнул Рыжик и снова схватил клинок. Оружие зажглось ярким пламенем и Суна выткнул его в морду рептилия. Она задрожала и упала. Мальчик вытащил свой клинок, который стал прежним. «Брат, как ты это сделал?» спросил Наруто. «Ну?» протянул Рыжик. Перед Суной стоял его отец и сенсей. «Знаешь, Суна, так как экзамены скоро, я потренирую чуть-чуть тебя перед ними, ты не против?» начался далека мужчина. «Да не против, а к чему ты клонишь?» спросил мальчик. Какаши достал из кармана странный, хрустально-белый клинокатану. Это специальная катана, которая пропускает сквозь себя обильное количество природной чакры. Я научу тебя пропускать природную чакру огня. Будем мы это делать с помощью теневого клонирования. Призови клонов. Суна сложил пальцы крестиком и появилась дюжина клонов. Пепель на волосы протянул Суни листочек. «Твоя задача сжечь этот лист, да и кстати твоим клоном листья тоже». Мальчик вздохнул и положил руку на лист. Спустя два дня и более трех тысяч клонов мальчик смог сжечь листок. «У меня получилось!» крикнул он «Папа, что дальше?» Какаши призвал огромную каменную стену. «Сожги эту стену до ТЛа.» сказал мужчина. «Также с помощью клонов». Суна посмотрел вверх. «Я так умру от истощения чакры. Не умрешь. За работу». Рыжик валялся на земле, а перед ним была огромная кучка пепла. Все, что осталось от каменной стены. Дальше дело за малым. Осталось провести природную чакру через клинок и все. Суна как поднялся на ноги и взял катану. Мальчик вложил остаток чакры и что-то ярко вспыхнуло. Катана засветилась ярким пламенем. Какаши похлопал. «Поздравляю!» «Теперь ты буквально можешь разрезать предметы при помощи этого клинка, так как он раскален до предела. Ура!» Крикнул брат Наруто и отключился. Змея валялась мертвой. Кто-то похлопал. Из тени вышел тот самый Сенси, от которого стало не по себе блондинчику. «Я удивлен, что ты смог убить моего змея так быстро. Я заинтересовался тобой, но моя главная цель не ты». Неожиданно рука мужчины вытянулась и потянулась к Саске. Парень это заметил и успел отскочить. Неожиданно, кто-то перерубил руку этому человеку. Это был Наруто, а в его руке Куны Четвертого. «Техника летающего бога грома?» «Это очень интересно, точка», сказал он и посмеялся. Неожиданно, мужчина схватился за лицо и стянул его. Это оказалась маска. За маской оказался мужчина, напоминающий змею. Огромные желтые глаза с узкими зрачками, длинные черные волосы. «Ты, Арчимару!» крикнул Наруто. Верно, точка хмыкнул змей точкой, но это уже не важно, кто я, вам конец. Арчимару расставил руки, из которых вылетели змеи. Животные сразу поползли к генинам. Наруто отпрыгнул и сложил печати. Стихия огня, большой огненный шар. Из его губ вылетел шар, который поджег змей и полетел к Санину. Как и ожидалось, Арчимару отпрыгнул и с помощью рептилий, которые вылетели у него из рукавов, схватил Наруто за шею. Неожиданно, что-то промелькнуло в воздухе, рука Арчимару Суна приземлился рядом с братом. Наруто, закинь ему за спину куны. Сказал мальчик. Понял. Рыжик выставил руку вперед и на ней закружилась черная сфера. Он полетел на Арчимару с вытянутой рукой. Санину вернулся и схватил Суну за ворот. Неожиданно сверху появился Наруто. Чидари! Крикнул он и его рука вошла в змею. Мужчина удивился, но все-таки распался на змей. Через пару секунд он стоял на ногах Наруто, давай сделаем это! Крикнул Рыжий и вытянул руку, на которой появился пучок молний, похожий на Чидари, но чуть-чуть поменьше. Сделаем! Ответил Блондин и вытянул руку. На ней появилась странная, вибрирующая и шумящая стрела воздуха. Какаши стоял перед своими детьми. Итак, я считаю, что вы уже достаточно сильны, чтобы сделать вашу скомбинированную технику. Для этого нужно во время атаки скрестить ваши природные чакры «Даже, давайте попробуем!» Наруто встал позади, а Суна впереди манекена. Блондинчик вытянул руку, возле которой закружилась струя ветра. Рыжик тоже сделал так же, только возле его руки было небольшое собрание молний. Они обырванули на манекен. Неожиданно, на месте манекена образовался небольшой торнадо, в котором были молнии. Мальчики отпрыгнули, чтобы тоже там не оказаться. Через пару секунд техника пропала. А горящий, изрезанный манекен уже доживал свою жизнь. Мальчики побежали на Санина. Их руки пролетели по бокам от Арчимару и соприкоснулись. Появился торнадо, который засосал в себя Санина. Через пару секунд змея валялся на земле, весь потрепанный. Неожиданно его голова поднялась и на шее направилась к Саске. Тот не успел среагировать, как Арчимару его укусил и оставил метку на шее. «Счастливо оставаться!» Крикнул он и исчез. Пока Суна и Наруто искали Арчимару, Сакура подняла дрожащего саски на руки. Суна, Наруто и Сакура сидели под крышей. Ему не полегчало. Спросил Суна. «Нет.» ответила Сакура. «Уэнс все время ворочается и бормочет, что-то проитачи неожиданно на руку рыжек усил к Игаку. В его лапках был черный свиток. «Отлично, у нас есть все свитки.» сказал мальчик. «Водвигаемся прямо сейчас». «А как же Саски-кун?» спросила девочка. «В башне ему помогут, нам лучше не задерживаться». Команды семь вошли в башню. «Наконец-то мы пришли.» сказал Наруто и положил Саски на диван. «Больно уж он тяжелый». «Давайте откроем свитки.» ответил Суна и раскрыл свитки. Неожиданно перед ними появился «Команда, вы прошли второй этап экзамена на Чунина. Ожидайте к башне, до начала отборочного этапа». «И рука сенсей». Крикнула Сакура. «Мы встретили Арачимару, он укусил Саски-куна». Мужчина подбежал к брюнету и осмотрел метку на шее. «Я отнесу его в больницу». Точка сказала рукой и взял Саски. «Было тяжело, да Наруто?» спросил Суна, лежа на диване. «Да, особенно когда Сарачимару встретились». «Итак, участники, пройдите на арену сражений». Для отборочного этапа точка послышалась из коридора. Братья встали и пошли туда, куда шли остальные. А остальные шли на большую арену. Все команды, присутствующие на экзамене, стояли на балконе, который находился над большой ареной полуфинала экзамена. Здесь должны были сражаться участники, чтобы пройти финал. «Суна», «Наруто», «Сакура» и «Кукаши» стояли и смотрели на экран, который выдавал имена тех, кто будет сражаться. «Итак, дети мои. Обратился Джоунин к своим сыновьям. Сражайтесь в полную силу, ведь никто не дает гарантии, что противник окажется слабее». Мальчики кивнули. Неожиданно, экран засветился и высветилась первая надпись «Суна Узумаки против Кибы и Нузуки». Рыжик кивнул своему отцу и брату и спрыгнул на арену. Перед ним тоже спрыгнул мальчик в серой кофте с капюшоном и белым щенком на плече. «Не надейся выиграть». Сказал Кибы «И передай своему тупому брату, что я хочу сразиться с ним в третьем этапе, и передай, чтобы он не подходил к хинате, а иначе его вычеркнут из списка участников финала до его начала. Давай не будем смотреть наперед». Сказал «Сына». «Покажи, на что ты способен». На центр арены выпрыгнул мужчина с сенбоном во рту. «Начали точка» сказал он. «Двойной коготь разрушения!» Крикнул Кибы с его щенком превратился в вертящиеся острые лезвия. Рыжик даже глазом не повел. Когда Кибы проткнул Суну своем, когтем, то обрадовался, что победил, но неожиданно тело с громким плюхом исчезло, оставив от себя только небольшую лужицу крови. «Я бы не стал вначале применять техники. Перед Кибой стоял невредимый узум Аки, который с усмешкой смотрел на инозуку. А Камару вперед!» Двойной коготь разрушения. Неожиданно, Суна прыгнул и сложил несколько печатей. Стихия огня большой огненный шар. И Рыжик выдал из печати огромную сферу трещащего огня. Шар задел противника и поджег. Киба лежал без сознания на полу арены. Огонь потух. А сколько было самоуверенности, точка добавил победитель. Экзаменатор снова прыгнул в середину. Суна Узумаки победил. Так его, брат будет знать как с Узумаки связываться крикнул Наруто с балкона. Суна запрыгнул обратно. Это было быстро точка улыбнулся Кукаши. Следующий бой был бой Сакура и Ина. Как его описал Наруто, обычная женская драка за парней. Бой был ничем не примечателен. Закончился тем, что обе друг друга вырубили и никто не победил. Следующий бой был бой Шакамару против той девушки из команды Звука. Девушка использовала тактику с колоключиками, что Уна Шакамару сразу понял и легко победил. После него шел бой Тимари и Тентин. Суне было настолько скучно за ним смотреть, что он просто лег поспать. В итоге Тентин даже ничего Тимари не смогла сделать, так как веером блондинка отбрасывала все куна и сюрикены. Наконец на экране высветил с собой интересный обоим Музумуки. Хинута Хьюго против собаку но Гара блондинчик повернул голову в сторону своей подруги. Та испуганно спустилась на арену. Там Хинута уже ждал Гара. Лучше сдайся, Хьюго, не то убью. Услышал Наруто со стороны Красноволосого. Было видно как девочка вся тряслась. Она испуганно смотрела на своего оппонента, который холодным взглядом уперся ей в лицо. И дурак бы понял, что Хинута вот-вот бы сдалась. Хинута, не смей сдаваться. Крикнул блондин. Я в тебя верю. После этих слов как-то будто совершилось чудо и принцесса Бьякугана наполнилась решимостью. Возле ее глаз вздулись вены, а руки зажглись синей аурой. Глупо. Только и добавил Гара. Из его тыквы на спине полился песок и полетел на Хинуту. Девочка это заметила и отпрыгнула. Песок рванул за ней. Беготня продолжалось около двух минут. Неожиданно Хинута исчезла и резко выскочила из-под земли, начав бить Гару руками по разным точкам на теле. Финальным ударом красноволосый отлетел в сторону. Девочка думала, что выиграла, но неожиданно из-под земли вылез песок. Гара лежал на боку, а с него сыпалась песчаная бронь и песок окутал ногу Хинуты. Гар сжал кулак. Послышался хруст и крик девочки. Песок, как игла, проколол ей ногу. Мальчик поднял руку и песок уже окутал все тело. Неожиданно, сзади к горлу Гары был приставлен хрустально-белый клинок. Позади стоял Суна. «Приятель, мы же не хотим лишних убийств. Поверь мне, мой клинок прожегает песок по лучшей всякой технике». Спереди же стоял Наруто с кунаем, а за локоть Гар удержал какаши. Выиграл собаку, но Гара точка объявил экзаменатор. Песок слез с принцессой. Наруто сразу подскочил к своей подруге. «Наруто-кун, я не смогла. Только и сказала она и отключилась. Блондинчик помог донести ее тело до койки. Я там еще захинуту, чтобы мне это не стоило». И Наруто проткнул ладонь кунаем. Следующим боем был бой Шина против Заку. Заку проиграл, потому что жуки Шина заползли ему в руки и сломали механизм. Дальше был бой Конкура и Сокомандника, Кабута, который выбыл из экзамена по собственному желанию. После него был более против еще одного Сокомандника, Кабута, который у того парня была способность изгибать тело и высказывать силы соперника. Но Рокли, использовав одно лишь Тайдюцу, выиграл. Следующий раунд заинтриговал оставшихся участников. На экране высветилась надпись «Наруто-узумаки против Нэджи-хьюги, удачи, Бе-ару. Сказал Суна. Постарайся, Наруто, не подведи меня. Дополнил какаши вслед блондинчику. Наруто выпрыгнула на арену. Там уже стоял Нэджи. Хиното-самы слишком поверила в себя, поэтому и проиграла. Она сама знала, что бы не выиграла, но все равно слишком самоуверенно пошла на смерть. Вот поэтому все из основной ветвы о кланах Юга из-за своей самоуверенности эгоизма слегшом слабы. Точка сказала Нэджи, смотря на Наруто. Знаешь, так как ты, братья, не поступают по отношению к сестрам. Хоть она из основной ветвы клана, она заботится о тех, кто ей дорог. И сейчас я докажу тебе это. Наруто снял с шеи куны четвертого. Самоуверенно, ты прям как Хиното-сама. Нэджи активировал бьякоган и встал в стойку. Блондинчик достал их сумки куны и кинул в Нэджи. Тот его рукой отбил. Наруто призвал четверых клонов и сказал бежать на противника. Восемь триграм, ладонь небесного вращения. Крикнул шатен и быстро закрутился вокруг себя, уничтожив клонов. Неожиданно Нэджи рванул на соперника и крикнул мягкий кулак. И он начал бить Наруто в хаотичных местах, в точности как Хиното. Блондин отлетел и испарился. Неожиданно, на брюнета полетело много клонов. Отбивая их, Нэджи ожидал, что откинет и настоящего, но когда он ударил последнего, клон испарился. Неожиданно, перед его глазами пролетел странный кун с печатью. Мальчик его отбил. У меня осталось мало чакры, я потратил всю на защиту. Подумал он. Неожиданно, сверху на него посыпалась туча этих кунаев. Их были сотни, тысяч. Как и ожидалось, Нэджи не смог отбить их все. Но к большому удивлению брюнета вместо кунаи перед ним возник Наруто и дал ему кулаком в подбородок. И отовсюду казалось на него сыпались удары. И финальным ударом ногой по животу блондинчик отправил Нэджи валяться на земле без чакры и сил. Как ты это сделал? Прошипел противник. Все очень просто, в самом начале я запустил клонов, чтобы узнать о твоей способности защиты. Когда я узнал о ней, то замаскировался, а сам призвал множество клонов, чтобы израсходовать твои запасы чакры. И наконец, я запустил свой кунный, к которому я умею перемещаться. Ты его отбил, но не ожидал атаки сверху. Их я тоже клонировал. Так как запасов в чакры было у тебя мало, ты быстро выдохся, и я воспользовался этим. Знаешь, Нэджи, ты проиграл, потому что верил только в себя и думал, что в тебя веришь лишь ты. Я выиграл, потому что знал, что на меня смотрит мой брат и отец, в меня верит Химата. Знаешь, если бы ты лучше и относился к сестре, то тебя бы любили сильнее, и сила духа была бы крепче. А от нее это все зависит. Победил Наруто Узумуки. Сказал экзаменатор. Наруто прыгнул на балкон к брату и отцу. Ты на славу постарался, Наруто. Сказал Суна. Молодец, Наруто, ты развил способность мыслить в критической ситуации, а это один из полезнейших навыков для сильного Шиноби. Улыбнулся Кукаши. Последним боем был бой Чаджи и Десу. Чаджи ему на удивление проиграл. Итак, участники, вы постарались на славу. А теперь пора провести жеребьевку, чтобы вы узнали своих соперников в третьем этапе. И наконец на экране высветился список. Узумуки, Суна и Рокли, Узумуки, Наруто и Собаку, Нугар и Шина и Конкур и Шикомару и Тимари Конкур и Шина. Есть. Подумал Наруто. Хороший противник, подумал Суна. Вам дается месяц на подготовку к этапу, а пока всем до свидания. И старик третий вышел с арены. Наруто сидел возле койки все еще отключенный и Хинато и держал ее руку. Хинато, я отомщу за тебя, за то, что это монстр сделал с тобой. Вскоре в палату вошла медсестра и попросила Наруто выйти. Пока, Хинато. Сказал мальчик и ушел. Пока Рыжик тренировался, блондинчик проходил мимо горячих источников. И неожиданно оттуда раздался такой девчачий виск, будто какой-то мужчина провалился в женскую раздевалку. Пошел вон старый извращенец. Из двери вылетел старик со странной белой прической, в зеленой куртке с зелеными штанами, в красном плаще и со свитком на спине. Неожиданно, старик призвал жабу и сел на нее, чтобы продолжать подглядывать. Неожиданно, кто-то с крыши крикнул «Здравствуйте, многоуважаемый, Джараясама». Старик не обратил внимания, только хихикал. Наруто подошел к нему. Ей старик извращенец, я хочу, чтобы ты меня обучал. Крикнул блондинчик и подошел к жабе. «Как ты меня назвал?» Крикнул старик и с раздраженно-разозленным лицом повернулся к мальчику. Старик извращенец, я хочу, чтобы ты стал моим сэнсеем. Резко старик встал в странную позу, вытянул руку вперед и крикнул «Я один из трех легендарных сэненов, самый известнейший и почитаемый человек, Джирайя». После слов Джирайя, Наруто вспомнил о трех сэненах. «Арочимару, Джирайя и Цунади три легендарных сэнена, самые сильные шиноби в мире». «Потренируй меня, старик извращенец!» Крикнул Узумуки. «А что мне будет с этого?» сказал ленивый сэнен. Мальчик сложил печать овцы. Техника соблазнения, сексидицу. И блондин превратился в прекрасную, голую девушку, так сильно похожую на него. «О, извращенный отшельник, пожалуйста, потренируй меня.» простонал он. Джирайя обернулся и чуть не улетел от фонтана крови из носа. «Я согласен тренировать тебя. Только делай так почаще». Наруто стал прежним. Тут уже и. заметил он. «Ладно, тогда приступим к делу». Сказал сэнен. «Знай, если ты будешь тренироваться у меня, то ты будешь потеть, потеть и потеть. Ты уверен?» И наутвердительный кивок Наруто старик продолжил. «Тогда пойдем на полигон, будем тренировать технику призыва. И не отставать». И старик запрыгал по крышам, а блондинчик за ним. Суна, наполовину раздет и сидел в середине кровавого круга. «Итак, мой ученик сказал бывшую король. Чтобы ты быстро научился применять стихию крови, ты должен пройти испытание. Через это проходил каждый король крови, правивший здесь. Что мне надо делать?» Спросил Рыжик, опираясь на кулак. «Через все твое тело будет проведена кровь великого Кеджура, именно с помощью него твое тело приспособится к стихии крови. Но было бы все так просто. Есть риск, что твое тело не видержит кровь и взорвется. Чтобы этого не произошло, ты должен концентрировать чакру на протяжении трех дней, пока тело сойдет принимать кровь. «Ты готов?» Мальчик только кивнул. Неожиданно, он почувствовал резкую боль в спине. Суна повернул голову и увидел в своей спине огромные красные щупальца, а за ним гигантскую летучую мышь. «Ты уверен, что этот мальчишку выдержит?» прогремел голос. «Если его избрали на Совете, значит должен». Совет никогда не допускал ошибок. Мальчику было ужасно больно. Он чувствовал, что что-то растекалось по его телу. Его глаза наполнялись кровью, рот тоже. Тем временем король призвал двух летучих мышей. «Готовьте одежду для коронации нового короля». «Слушаемся». И мыши исчезли. Перед Наруто лежал огромный свиток с росписями. «Это контракт с жабами, если ты его подпишешь своей кровью, то заключить его с призванным бандинчик надкусил палец и расписался на одной из полосок. «Отлично, а теперь будем тренировать призыв жабы». «Повторяй за мной». Старик сложил печати и приставил руку к земле «Техника призыва». Крикнул Санин. На месте призыва появилась маленькая жаба. «Привет, меня зовут Гамаки четочка», сказала жаба. «Круто». Крикнул Наруто, снова надкусил палец и сложил те же самые печати точкой «Техника призыва». Неожиданно, вместо маленькой жабки появилась огромная оранжевая жабище с трубкой во рту и с клинком на поясе. «Джирайя». Заревела жаба «Я тебя прибью, зачем ты меня призвал?» «Это я тебя призвал!» Крикнул Блондин с земли. «Ты, меня, жабьего босса!» «Ха-ха! Докажи! Как я тебе это докажу?» «А продержись-ка на моей спине день, тогда я приму то, что ты меня призвал». Мальчику с большим трудом удалось запрыгнуть на спину жабы и после этого началась дикая тряска. Гомобунта жабьего босс беспощадно прыгал по лесу, тряс спиной, пытаясь стряхнуть своего наездника. Наруто крепко держался за жабу и старался не смотреть вниз. Джирайя, сидя на скале располагавшейся неподалеку, смотрел на жабьего танцы, «Необыкновенный ребенок. Сказал он призвать жабьего босса с первой попытки это достойно похвалы. Его куны на шее. Его волосы, его глаза. Он напоминает мне Минато в его годы». За 20 часов непрекращаемых прыжков гомобунта значительно устал, что также можно было сказать и о блондинчике. «Неплохо, малыш. Сказал жабьего босса. Но это еще не конец». Неожиданно, жаба из-за всех оставшихся сел присела и высоко прыгнула. Можно было подумать, что гомобунта хотел схватить звезды. Мальчик, который почувствовал, что падает, ее успел сложить печать теневого клонирования и призвал дюжину клонов, которые ухватились за спину животному. Спустя пару секунд гомобунта приземлился. «Браво, малыш, ты устоял. Я готов признать то, что ты призвал меня. Сказал он. Ура!» Крикнул слабо Наруто и отключился. Проснулся в больнице. Перед его глазами бегало много людей. В основном это были медсестры и докторы. Что случилось? Слабо спросил блондинчик и приостал с кровати, чтобы разглядеть того, кто лежал на соседней койке и кого окружило так много людей. Наруто почувствовал, что его глаза расширяются от удивления, а рот сам собой приоткрывается. Окруженный народом, на соседней кровати лежал Суна. Его лицо было бледно, как смерть, волосы были раскиданы по подушке. Но самое странное, что было на нем это крывавые алые метки по всему торсу и лицу. Но еще страннее была огромная, круглая печать в середине груди. Она не была похожа на ту, которую оставил Арчимар на соске. Единственное, что можно было разобрать, это надпись «Король крови». Рыжик, что-то невнятно бормотал, но никто не мог понять, что. Я не могу понять, что у него с телом. Никогда с таким не сталкивалась. Говорила одна из медсестер, нагибаясь к Суне. Эти метки не похожи на метки, которых вызывает печать Арчимару. Все суетились вокруг брата, пока дверь с громким хлопком не распахнулась. Пошли вон. Крикнул какашиточка «Я хочу увидеть своих сыновей одних». В обычное время копирующего Ниндзя бы не послушал, но в этот раз он выглядел так грозно, будто готов был убить того, кто ослушается. Все врачи и медсестры послушно вышли из комнаты. Сын белого клыка Канохи осмотрел сначала Наруто, но похоже не нашел каких-то серьезных повреждений. Когда же он подошел к Суне и осмотрел его, то сказал только «Наруто, никому ни слова о том, что я забирал твоего брата». Блондинчик слабо кивнул. Он доверял своему отцу, поэтому ему было не о чем переживать. Какаши стоял перед большим, прочерченным им кругом, в центре которого лежал Суна. «Суна, не волнуйся, это будет чуть-чуть больно, но это ради твоего блага». Сказал Джоунин, сложил множество печати и докоснулся до небольшой надписи, которая вела в круг. Неожиданно, по всему телу мальчика поползли те метки, а Какаши быстро приставил руку к груди сына. Рыжик закричал и стал становиться все краснее и краснее. Внезапно, в место, где у него на груди была метка, заползла вертикальная полоса. Все закончилось так же резко, как и началось. Суна издал последний вздох и бесшумно лег на пол. Неожиданно, кто-то громко похлопал. Из-за угла вышел как будто я засмеялся. Неплохо вы, Какаши сын, расчистили нам дорогу к господину Арачимару. Спасибо, что запечатали его силу, а то если бы она вырвалась, то ни Арачимару сам и, ни меня бы не стало. Мальчику выпала огромная честь стать сосудом для господина Арачимару, так что дайте мне забрать его, чтобы он получил мое высшее удовольствие из этого. Сын белого клыка Канохи закрыл своего сына. Я не отдам его в лап Арачимару, как будто. Сначала сразись со мной, если хочешь его забрать. Парень только противно засмеялся и развернулся. Жаль, что вы отказались. Когда он сам уйдет из Канохи, вы сто раз пожалеете, что вы не отдали его Арачимарусами. Какаши подобрал своего сына и пошел обратно в больницу. Когда Джоунин вернулся, никого в палате кроме Наруто не было. Папа, что с Суной? Спросил блондинчик. Я запечатал его силу, но это не будет длиться вечно. Будем пока довольствоваться тем, что есть точка ответил Какаши и покинул палату. Суна против Рокали и Наруто против Собаку но Гара и Наруто против Тимари и Какаши против Кабу и так прошел месяц для подготовки к третьему этапу экзамена. Суна и Наруто стояли на огромной арене среди других оставшихся участников Суны, Рокали, Гары, Конура, Шина, Шикамару и Тимари. Трибуны были забиты народом. Говорят, что сюда посмотреть на сражения генинов пришли четвертый Казикоги и даже сам Даймё Страна Огня. Перед детьми появился экзаменатор. Итак, участники. Поздравляю с тем, что вы попали на третий и финальный этап экзамена. В полуфинале провели жеребьевку и составили список ваших сражений. Те, кто останутся после третьего этапа, получат звонение Чунина. Мы можем начинать. Первый бой Рокли против Озоума Кисуны. Рыжик спрыгнул вниз, а за ним Ли. Это будет интересный бой, удачи. Сказал Ли и приготовился. Суна тоже встал в стойку и ответил «Нападай, Рокли». Толстобровый неожиданно запрыгнул на дерево и стал что-то снимать с ног. Наконец-то я могу снять их. Крикнул он, взял в руки утяжелители, которые висели у него на ногах, и отпустил. Внезапно утяжелители с громким бахом грохнулись на земли, подняли пыль и проделали там яму. Узоума Кисуны только немного поднял бровь, но промолчал. Резко Рокли спрыгнул и стремительно рванул на Суну. Рыжик неожиданно исчез. Вдруг что-то промелькнуло за Толстобровым, и Суна резко появился, ударив противника кулаком в живот. Ученик Матага отлетел, но быстро встал и снова побежал. Рыжий спокойно смотрел, как соперник начал бегать вокруг него. Вдруг Ли оказался спереди Суны, но брат Наруто сам исчез и оказался за его спиной, ударив локтем по ней. Толстобровый подскочил и крикнул открыть первые врата. Неожиданно его кожа покраснела, а сам он покрылся зеленой аурой. Рок Ли, внезапно, оказался позади мальчика, схватил его за пояс и взлетел в воздух. Обратный лотос. Крикнул он и начал быстро крутиться вокруг себя, повернув Озу Муки головой в землю. Единственное, что услышал ученик Майта Гая, перед тем, как удариться головой об землю это стихия крови, кровавая лужа. Ли с оглушительной силой ударился головой об землю, а под ним образовалась лужа крови. Озу Муки как и след простыл. Тем временем, из той лужи, которая переплыла из-под Толстобрового в сторону образовался Суна и посмотрел на своего противника. Ты быстр, но недостаточно быстр для меня. Мальчик сложил палец пистолетом и нажал на курок. Из пальца вылетела небольшая молния и врезалась в плечо Ли, нанося последний удар, который отправил противника в нокаут. Победитель Узу Муки Суна крикнул экзаменатор. Рыжик запрыгнул обратно на трибуну, где был Наруто. Следующим был бой Шакамару и Тимари. Мальчик смог обмануть свою соперницу, но почему-то сдался и отдал победу Тимари. После шел бой Конкура и Шена. Но Конкура отказался сражаться и отдал победу в пользу Канохи. И наконец остался последний бой. Узу Муки Наруто против собаку Но Гара. На арену спрыгнул Наруто. Его ждал Гара. Неожиданно, блондин сложил парочку печати и вдруг вокруг него закружилась красная аура. Все удивленно посмотрели на него. Даже Гара. Приготовься, Гара песка, этот бой будет жаркий. Точка, сказал мальчик снимая с шеей Куны. Песчаник вытащил пробку со своей тыквы. Техники теневого клонирования. Крикнул Наруто и призвал пачку клонов, которые бросились к Гаре. Красноволосый хотел их смахнуть песком, но неожиданно они стали бегать вокруг противника с такой скоростью, что у того закружилась голова. Неожиданно, отовсюду полетели те самые Кунаи. Гара прекрасно помнил их, когда наблюдал за бой Маджи и Наруто. Песчанинник отпрыгнул и отправил песок в сторону клонов. Резко, кто-то сзади ударил его по голове. Песок тут же ринулся туда. Только Гара заметил, как на него летит куча сурикенов, которых кидали клоны, как возле него пролетел Кунаи четвертого, и вдруг клонировался. Красноволосый не успел среагировать, и клоны с оригинальным Наруто отправили его в воздух. Наруто Узумуки крикнул он и ударом ноги в живот отправил Гару на землю. Песчанинник встал и сложил печать тигра. Внезапно его начал оборачивать песок, образуя песчаную сферу, в которой красноволосый был как в домике. Блондин отпрыгнул назад, сложил печать тигра и закрыл глаза. Резко он стремительно начал складывать печати обезьяна, дракон, крыса, птица, бык, змея, собака, тигр, обезьяна, овца, свинья. Мальчик вытянул вперед руку. На его ладони искрились зеленые молнии. Стихии ветра и молния, ветреная чадария. Крикнул он и в один прыжок оказался возле яйца. В один миг все закончились. Рука Наруто врезалась в руку Гары. Красноволосый шокированно смотрел в голубые глаза Наруто. Блондинчик отпрыгнул и опустил руку, повешив куны обратно на шею. Красная аура тоже пропала. Гары схватился за руку. Ты ранил меня, сказал он. Вдруг произошло то, чего никто не сыпались шинобы в масках, все на трибунах, почему-то отключились, ворота пробила огромная змея. Неожиданно к нему прыгнули конкурс Тимари, подхватили Гару и в один прыжок скрылись. Неожиданно к нему подпрыгнул экжеминатор, поздравляю, Узумаки, ты теперь Чунин. Твоя первая миссия преследования Гары. На канаху напали, и Джанина вовсю борется с противниками. А что с стариком третьем? Спросил блондинчик. С ним все хорошо, а вот с твоим братом. У мальчика расширились глаза от удивления. Что с ним? Он в порядке? Это довольно тяжело объяснить. Он сражается с Арачимару. Блондин заметно стал серьезнее. Я готов приступить к миссии. Тогда удачи. Наруто прыгнул за ворота Канохи. Во время боя Наруто Суна сидел рядом с Какаши. Неплохо Наруто сражается, сказал Рыжик, смотря на поединок своего брата. Да, он очень усердно тренировался перед экзаменом. Ответил мужчина и резко заговорил тихо. Их примерно под 50 человек, может быть все джанины. 51. Ответил мальчик. Я чувствую, что их столько. Однако тут есть один человек, который важен лично мне Арачимару. Что? Здесь Арачимару? Спросил Какаши. Да, еще во время прошлой битвы с ним я чувствовал его ауру крови. Ее бы я не перепутал с обычным ниндзя. Не могу сказать где, но где-то на арене точно точка продолжил мальчик точка возьми на себя вражеских шиноби. Оставь Арачимару мне, мой бой с ним не закончен. Ты уверен, что справишься с сененом? Если что-то пойдет не так, то помни меня как своего хорошего сына. Неожиданно, после победы Наруто все началось. Откуда-то повеяло мощным гендюцу, но Узумаки смог его развеять, то же самое сделал и Кукаши. Удачи, Суна, береги себя! Крикнул Кукаши и ногой отбил летящего на него нидзи звука. Рыжик прыгнул на крышу. Оттуда он увидел, как Казикаги, который был приглашен, стоял за третьим и держал куна возле его горла. Суна в один минут исчез и оказался возле Казикаги, ударив ему кулаком по лицу. Вот ты и попался, Арчимару! Крикнул мальчик. Казикаги встал, громко засмеялся и сдернул с себя лицо. А ты умнее, чем я думал, Суна-кон, ты мне стал больше нравиться, чем Саски-кон. Облизнулся Арчимару, Херузин удивленно смотрел сначала на Санина, а потом на Узумаки. Третьей, Сама, пожалуйста, не влезайте в битву. Я сам с ним разберусь. Сказал Суна. И вдруг... Унаруто Блондин прыгал по деревьям, преследуя Гару. Неожиданно, он остановился и прыгнул на другое дерево, потому что то, на то, на котором он был, с треском обломилось и под потоком ветра улетел вдаль. Недалеко стоял этим Марисов с кинутым веером. Я не дам тебе пройти дальше. Крикнула Блондинка и еще раз махнула веером. Блондин отпрыгнул и призвал парочку клонов. Они бросились в рассыпную. Тимари махнула веером, сломав еще одно дерево. Резко, из-за обломка посыпались клоны. Девушка начала отбивать их веером, как вдруг услышала. Стихия огня, огненная струя. Стихия ветра, ветреный взрыв. Два клона, а точнее клоны настоящей Наруто, которых не заметила Тимари, стояли на противоположных друг другу деревьях. Неожиданно, первый выдал небольшую струю огня, в место где стояла Тимари, а второй усилил ее с помощью ветра. И теперь уже огромный залп огня несся на блондинку. Как и ожидалось, огонь попал и взорвал место, где стояла сестра Гары, одновременно обжигая ее кожу. Тимари валялась в сознание, а Узумаки попрыгал дальше. В конохе Кукаши отбивал Шиноби, которые норовились ранить Джанина. Ему помогал Мата Гайя Асума. Неплохая тренировка для моей силы юности, а Кукаши? Спросил Гайя, ударив тыльной стороной ладони по шее Ниндзя. Ага, очень неплохая Гайя, краткая точка, с сарказмом ответил сын белого клыка. Ребят, а что это за парень на крыше? Спросил Асума и указал пальцем на странного парня в мазке Анбу и коричневом плаще точка, почему он просто смотрит, а не помогает? Пепельный волос вгляделся в парня. Окажется, знаю, кто это. Асума, Гайя, защищайтесь пока без меня. И мужчина прыгнул на крышу к этому парню. Не ожидал я, как будто, увидеть тебя здесь точка, сказал Кукаши, смотря прямо на парня. Неожиданно, Анбу, сорвал маску. Я удивлен, Кукаши сан, вашим интеллектом. Хотя это вам все равно не поможет, точка ответил Кабуто и его руки зажглись синий чакурой. Сын Белого Клыка достал Куны. Кабуто атаковал первый, неожиданно подпрыгнув и кинувся рекен. Джаннин это заметил, отпрыгнул и успел отбить атаку противника. Парень подбежал к мужчине и хотел ударить, но вместо врага удар пришелся по бревну. Стихия огня, большой огненный шар. Крикнул Кукаши и выдал шар их огня. Очкарик увернулся и кинул Куны в сын Белого Клыка. Какаши увернулся, отпрыгнул и надкусил палец. Техника призыва! Крикнул он. На месте призыва появилось восемь собак. Стихия земли, техника преследующего Клыка. Резко, собаки исчезли и также выпрыгнули, схватив Кабуто за руки и ноги. Джаннин вытянул кисти на руке и затрещали молния. Чидари! Крикнул Какаши и проткнул Кабуто. Собаки исчезли. Но неожиданно парень встал и сложил печать овцы. Запретная техника, мгновенное лечение. Раны, которую нанес Какаши, как и не бывало. Кабуто похоже очень устал. Неожиданно, вместо него появилось бревна, а сам парень пропал. Сын Белого Клыка стер пот с лица. Тем временем на другой крыше вовсю была битва. Суна против Арчимару Наруто против горы Арчимару стоял перед Суной с противно натянутой улыбкой. Ты продолжаешь удивлять меня все больше, Сунакун. Сказал Синейн. Посмотри на свое отражение. Рыжий достал из сумки небольшое зеркальце и взглянул на себя. Вместо его привычных серого-то зеленых глаз светились два кроваво-красных глаза с двумя крутящимися тома в них. Это... Еле выговорил удивленно мальчик. Шаринган. Договорил Арчимару. Ты идеальный сосуд для меня. Покинь-ка нахуй со мной и тогда ты обретешь силу. Повисло молчание. Ну, так что скажешь? Спросил еще раз Змейный Сунин. Неожиданно Суна достал из-за пояса хрустально-белый клинок и тот зажегся ярким пламенем. Я никогда не покину деревню и уйду с тобой, Арчимару. Я наслышан о твоих подвигах и я Сунау Узумаки убью тебя здесь. Арчимару хмыкнул и подтянул рукава. Тогда придется забрать тебя с собой через твою силу. Резко из рук Арчимару поползли множество змей, которые кинулись на Узумаки. Брат Наруто отпрыгнул и сложил печать овцы. Стихия огня большой огненный шар. Сфера из огня полетела в Санина, но тот лишь со смешком уклонился. Мальчик, отбивая катанный змей, вертел шарингонами по сторонам, выискивать с глазами Учих, как будто замедлялось время, и Узумаки видел все атаки, которые наносил Арчимару. Внезапно Арчимару рванул к противнику и ударил суну по лицу. Рыжий быстро подскочил и столкнулся клинком с мечом Кусанаги, которого извлек Арчимару. Неожиданно Санин сделал подсечку и воткнул меч в мальчика. Но неожиданно лежавший с хлопком исчез. Клан удивился Арчимару. Неожиданно сзади послышалось стихии молнии электрический ад. Суна вытянул руку и оттуда вылетела огромная молния, которая с треском понеслась к врагу. Змея-человек хмыкнул и отпрыгнул от летящей в него молнии. Но неожиданно искра отскочила от земли и влетела в Арчимару. Того ударило сильным разрядом. Санин попытался пошевелиться, но не смог. Почему я не могу шевелиться? Спросил он. Но Рыжий, без капля врагу и горящим клинком перерубил его тело пополам. Я выиграл? Спросил Суна, но неожиданно почувствовал ужасающую боль в спине. Верхняя часть Арчимару лежала на земле с протянутой рукой в которой был меч Кусанаги. Меч растянулся и воткнулся в спину мальчику. Внезапно верхняя часть задрожала и резко нижняя часть с помощью змей притянулась и склеилась с верхней. Ты слишком самоверный, Суна-кун сказался Нин и вогнал бжевозумуки. Мальчик упал на землю. Ты его не тронешь, Арчимару! Крикнул третий. Но, неожиданно, Рыжий встал и сорвал с себя футболку. Печать, которую поставил Кокаши, тряслась и неожиданно сломалась. Сам он весь покрылся алыми пометками. Что? Как ты встал? Спросил Арчимару. Но мальчик не ответил. Он пустыми шарингонами смотрел на Санина, а из метки, которая была на груди, и тек поток алой крови. Неожиданно, из лужи крови, которая была на крыше, образовалась маленькая стройка и потекла в руку Кузумуки. Та вертелась на ладони, меняя форму и вид, пока не вытянулась в длинную, тонкую иглу. И резко, с унастрелой, пронесся мимо Арчимару, порезав его бок. Ахк! Крикнул Санина, вытянул руку, из которой поползли змеи. Брат Наруто встал на месте, а из лужи крови под ним стали взлетать пузырьки крови. И внезапно они, как пули, полетели на змеиного Санина, уничтожая все на пути. Та кровь, которая пролилась из Арчимару, стремительно залетела в руку к наполовину Учихи, и уже из ее остатков образовалась огномная коса. Арчимару достал меч Кусанаги и столкнулся с косой. Его глаза встретились с шарингонами противника. В них не было абсолютно никаких эмоций, одна пустота. Неожиданно, Сунанагнулся и ударил лезвием кусой по ноге Санина. Нога, как отрезанный кусок масла, отлетела. Сам Музумаки отпрыгнул и тихо сказал, стихия крови, кровавая цунами. Вся кровь, которая была на крыше, собралась в единую волну и понеслась на Санина. Змей хотел отпрыгнуть, но сзади появился брат Наруто и ударом руки отправил его в кровавую волну. Сын Какаши безразлично посмотрел на цунами, в котором кружился Арачимару и сжал кулак. Кровавая волна неожиданно, как песок гора крепко сжалась. Произошел взрыв. Санина выкинула на крышу. Змея-человик слабо поднял голову и увидел над собой своего противника с кружащейся в руке черной сферой. Это конец для тебя, Арачимару. Сказал Суна и впечатал в Сен-Се как будто свою технику. От Арачимару не осталось и следа. Рыжий вдруг почувствовал невероятную слабость и грохнулся на голую черепицу крыши без сил, чакры и литра крови. Наруто прыгал по деревьям за гора и конкура. Неожиданно, перед нам на ветке прыгнул кукольник. Я не дам тебе захватить гору. Крикнул он и призвал своих марионеток. Неожиданно, из руки блондина вылетели жуки и появился Шена. Наруто, оставь его на меня, это мой бой. Узумаки улыбнулся и ответил «Хорошо, Шена». И попрыгал дальше за гарой. Спустя несколько минут преследования вдалеке показалась Тимари, а рядом с ней красновлосый, который дергался. Неожиданно, из его головы выросла огромная песчаная рука и одним ударом отбросила Тимари. «Где Узумаки?» крикнул песчаник. Блондин прыгнул на соседнюю ветку красноволосый и без лишних слов выкинулся на него. Резко его лапа растянулась и полетела за блондинчика, который отпрыгивал назад. Внезапно Гара снова задергался и уже весь покрылся песком и стал похож больше на песчаную собаку, чем на человека. Наруто отпрыгнул от удара и сложил пальцы крестиком. Техника теневого клонирования. По всем витками появились клоны и прыгнули на песчанинника. Тот отбивался от них, но все равно получал много ударов. Не неожиданно он крикнул и все клоны исчезли. Гара начал расти. Через пару секунд на его месте стояло огромное песчаное существо, напоминающее собаку. Его хвост вертелся из стороны в сторону, а глаза горели. Резко его лапа отрывалась от земли и прибила мальчика к земле, покрывая песком. В последний момент Наруто успел сложить печать призыва. Появилась огромная жаба. «Привет, жабий босс!» крикнул блондин. «А это ты, малыш, зачем призвал?» Узумаки вместо слов показал нашу коку. «И зачем мне с ним сражаться?» Спросил гамабунта. Он обижал гамакича. «Ах, вот какой подлец!» «Ну я ему задам!» Жабий босс достал свой клинок, прыгнул в сторону шу коку, отрезав ему руку. Хвостатый зарил и хвостом ударил жабу. Но гамабунта не стал просто так сдаваться. Он схватил шу коку за хвост и раскрутившись, отправил его в полет. Когда шу коку поднялся, то увидел, что на него вместо жабы бежал девятихвостый лис. «Курама?» удивился Биджу. Но неожиданно демон-лис с хлопком исчез, а вместо него был гамабунта и Наруто, который ударил песчаника по голове. Шу коку исчез и довольный гамабунта тоже. Гара и Наруто упали вниз без сил. Брат Суны слабо пополз к противнику. «Почему ты такой сильный?» спросил красноволосый. «У меня есть люди, которых я люблю, и буду защищать любой ценой. Их поддержка и делает меня сильным». Суна, Хинато, отец, третий, старик-извращенец, они все надеются и верят в меня. «А у тебя не было никого, кто бы поддерживал тебя? Мне тебя жаль». «Так вот оно что!» тихо сказал песчаник. Неожиданно, к нему подпрыгнули темари конкура и забрали Гару. Блондин улыбнулся и устал и закрыл глаза. Спустя две недели Суна и Наруто стояли в кабинете Хакаги перед третьим. «Вы оба на славу поработали.» Сказал Херузин. «Это заслуживает отдельных похвал». Старик порылся в своем столе и неожиданно достал два светло-серых жилета и маски лисы и сокола. «Суна и Наруто Узумаки, за работу проделанную вами для конохи, я присваиваю вам ранги анбу и выдаю вам жилеты с масками». Суна с улыбкой принял жилет и маску. Старик третьей «Точка» сказал Наруто смущенно «Могу ли я отказаться?» «Наруто конечно можешь, но такое выпадает в жизни один раз, подумай лучше». «Я все-таки откажусь», ответил блондин. «Хорошо, я не буду заставлять тебя через силу». «Тогда старик сложил вещи анбу Наруто и достал темно-зеленый жилет». «Тогда Наруто Узумаки я присваиваю тебе ранг Джанин». Блондин весь сияющий принял жилет. «Ура! Я теперь Джанин!» крикнул он. «Аянбу!» вторил Суна. И она оба побежали домой, чтобы рассказать все какаши. Наруто стоял возле койки Хинуты. Так как рано девочке, которую оставил Гара была практически неизлечима, нужно было срочно искать Цунади Сэнджу самого лучшего медика, которая стала одной из легендарных Санинов вместе с Джирайли и Арачимару. Узумаки отправился в путешествие с Джирайли и встретился там с Цунади. После недели уговоров, она все-таки согласилась вернуться в Канаху. За эту неделю Наруто научился Расенгану техники, которую изобрел четвертый извращенный отшельник. Техника представляла из себя закручивающейся в одном месте чакру, образующей голубой шар. Единственные, кто оказались серьезной проблемой это два человека в черных плащах с красными облаками. Итачи Учхо и Кисами Хашигаки члены преступной группировки Акацуки хотели захватить блондину, но тот вместе с Джирай прогнал их. И в том самом отеле, где Итачи и Кисами пришли забрать Наруто, Саски встретился с Итачи. Дело в том, что последний Учхо узнав о том, что Итачи щит у Зунки направился за Санином и его учеником. Встреча двух братьев прошла не очень удачно Итачи сломал руку Саски, да к тому же еще и морально сломал. И вот Цунади, Шизуне, Наруто и Джирай вернулись в Канаху. Когда Цунади увидела Рану Хинуты, то сказала, я могу сделать ей операцию, но шансы Мулы. Куналы чакры на ноге практически уничтожены и их будет практически невозможно восстановить. Шансы на успех Мулы, и если операция провалится, воцарилось молчание, то Хинута никогда не сможет быть Ниндзя, сказала Цунади. Зрачки блондина уменьшились от этих слов. Как? Совсем не сможет быть Ниндзя. Это нечестно, крикнул мальчик. Неожиданно, Хинута чуть-чуть повернула голову в сторону Наруто и слабо сказала, не волнуйся за меня, Наруто Кун, даже если я перестану быть Ниндзя, твой путь не закончится, я буду верить в тебя дальше, Наруто Кун, даже если это будет стоить моей жизни. И девочка вздрогнул, закрыла глаза. Из глаза блондина прокатилась слеза. Никто не заметил, как за окном сидел Суна и слушал за тем, что происходит в палате. Неожиданно, к нему подпрыгнул другой Анбу и сказал, Рэдин, Хакаги самозовет тебя на важный разговор. Не опаздывай, ты же все же, как-никак капитан Анбу. Суна кивнул и в один прыжок оказался возле кабинета Хакаги. Здравствуйте, Таритий Самоточка сказал Рыжий, садясь в оконную раму. Привет, Суна. Проходи. Мальчик запрыгнул в кабинет. Звали меня? Хирузин кивнул. Разговор действительно важный. Сейчас я дам тебе миссию, от которой будет зависеть благополучность Канохи. Старик протянул хорошо запечатанный свиток. После долгого вскрытия капитан Анбу прочитал свиток и сказал только одно слово, слушаясь точкой и выпрыгнул в окно. Был уже поздний вечер. Суна медленно, уже не в одежде, Анбу шел по ночной Канохе и медленным взглядом смотрел на гаснущие дома. Он молчал, даже вгляд его был сухим и молчаливым. Жителей на улицах не было, так что никто не останавливал его. Когда Рыжий подошел к воротам Канохи, то применил сильный гендюцу Шарингана, чтобы отрубить охранников. Как только Анбу переступил ворота Канохи, то в последний раз обернулся на деревню. Прощай, деревне скрытого листа. Сказал Суна и пошел по тропинке прямо. Единственное, что не заметил ушедший Тасакуру, которая смотрела ему вслед из окна, нужно срочно предупредить Какаши Сенсии. Подумала, она его прогнула на улицу, в сторону дома ее Сенсия, но неожиданно девочка начала засыпать, а перед ее лицом появились два Шарингана. Утром, сонный сын белого клыка открыл дверь, в которую так назойливо стучали. На его удивление перед ним стоял Нигай с очередным приглашением на тренировку, а Сакура. Какаши Сенсии. Суна ушел из Канохи. У Джанина, после этих слов, как по щелчку пропала сонливость. Как ушел? Куда? Неожиданно, без каких-либо слов из окна пули вылетел Наруто. Суна! Посмей только уйти к Арчумару! Я тебя прибью! Какаши только и успел крикнуть. Наруто! Стой! Но блондина было уже не остановить, тот, перепрыгнув ворота, побежал вперед. Наруто бежал, не останавливаясь. Неожиданно, на земле что-то залетело. Мальчик остановился и увидел, что это повязка Канохи. Узумаки поднял ее и крепко сжал в кулак. Я верну тебя, во что бы то ни стало! Крикнул он. Суна сидел на статую, напротив статуи первого Хакаги. Рыжий не знал, на ком он сидит, но ему было все равно. Он ждал. Торопиться ему было некуда. Он ждал своего брата, так как знал, что тот погонится за ним. Если он не придет в ближайший час, то мне нет смысла тратить время зря. Подумал он. Неожиданно, что-то мелькнуло впереди него и на дезертир прыгнул Наруто. Суна! Что ты себе взомнил? Я тебя никуда не отпущу. Не стой меня на пути, Наруто. Сказал брат. А то я с тобой церемониться не буду и убью. Как ты мог уйти к Арачимару? Ты же его сам убил. Я просто подумал, что благодаря Арачимару я стану сильнее и без Канохи. Все мечты просто были иллюзией, которая слепила меня до прозрения. А зная Арачимару, сомневаюсь, что тот умер, он очень живучий. Неожиданно, Суна превратился, который лежал под Наруто превратился в лужу крови и появился за спиной Наруто. Не останавливай меня, Наруто, или иначе пострадают все, отец, команда, Каноха и Хинато. После слов брата блондины начало покрывать красное, пузырящиеся чакры, сзади вырос один хвост, глаза стали красными с полосками, а руки превратились в когти. Мальчик, не церемонясь, кинулся на брата. Суна легко увернулся, сложил печать овцы и выдал струя огня. Но на Наруто это никак не подействовало. Тот прыгнул и махнул рукой на рыжего, но мальчик снова увернулся и вытащил клинок. Катана сразу загорелась ярким пламенем. Суна подбежал к Наруто и ударил твой поддых, ручкой клинка. Другой брат не обратил на это внимание, отпрыгнул и призвал двух клонов. Те сразу начали создавать Росинган и с помощью чакры девятихвостого толстолалым. Рыжий вытянул две руки и выстрелил молниями из пальцев рассевых клонов. Наруто с высокой скоростью подлетел к Суне, но тот увернулся. Их взгляды на мгновенье пересеклись. Два трехтамойных Шарингана смотрели на красные, суженные в зрачках глаза. Спустя одну секунду они начали раздавать друг другу удары. Финальным ударом они отправили друг друга до соседних скал. Суна, когда врезался в скалу, повредил лопатку и спину, а Наруто голову. Рыжий камнев вниз упал на землю, подскочил и сорвал кофту. На груди зияла метка. Тот сложив шестнадцать печатей, прикоснулся к груди и повернул по часовой стрелке. Неожиданно из метки полился фонтан крови, у Суна начало за спиной что-то стремительно расти, руки превратились в когтистые лапы, а зубы в клыки. Неожиданно за спиной мальчика выросли огромные черные крылья а посредине лица появился красный треугольник. Наруто быстро подзетил к брату, но тот уверился и создав косу из крови, воткнул в спину Наруто. Оттуда полилась струйка крови. Этого хватило, чтобы создать тонкую иглу и вставить в плечо. Но блондин сдаваться не собирался. Он отпрыгнул и призвал клон и создал огромный рассинган, похоже смешанный с ветреным чадарьем. Суна собрал в руке чакру иниен, создал иниен бомбу, совместил с техникой огня и молнии и окружил это плотным покровом крови. Братья прыгнули друг на друга. Их техники столкнулись и с бешеной силой начали уничтожать друг друга. Через секунду обоих откинулся. Покров блондина исчез, а сам мальчик отрубился. Крылья урыжего исчезли, руки и зубы приняли нормальный вид, шаринган деактивровался, метка восстановилась в норму. Суна из последних сил встал, взял клинок, положил в кожух, потому подреж к Наруто, посмотрел в лицо, и собравшись, ушел. Наруто, когда оказался в больнице, помнил только то, что к нему подошел Какаши и взял его. Перед его шконкой стояло много народу. Какаши, Цунади, Саски, Сакура, Третий, Джирайи и Хинато. Хинато, ты в порядке? Спросил слабый блондин. Отдыхай, Наруто-кун, и не переживай за меня. Сказала девочка. Узума кислабо кивнул и отрубился.